Народная славянская радио Всем здравия, с вами Народная славянская радио Сегодня у нас по одному из современных календарей 20 июля 2016 года среда По одному из старинных 19 день месяца получения даров природы 7500 до 4 лет и третийник Мы начинаем живой эфир, который будет посвящен теме финская война-сталин Главный соведущий Фролов Юрий Андреевич Здравия, Юрий Андреевич Добрый день, здравия всем Итак, финская война и Сталин Ну, Сталина, я думаю, что многие современные люди и дети знают А вот насчет финской войны, наверное, многие даже не слышали, что это такое Многие, наверное, даже не догадываются, когда она была, по какому поводу происходило И кто в этой войне принимал участие Может быть, мы как раз будем потихоньку так раскрывать тему и общаться с нашими радиослушателями Которые в чате, надеюсь, нас поддержат, будут задавать вопросы Какие-то свои будут комментарии писать У нас получится такой более-менее развернутый эфир, где мы до чего-то докопаемся Может быть, кому-то откроем глаза на то, что происходило в те далекие времена Да, ну что ж, пожалуй, можно начать, да? Да Тогда начнем с того, что финны, действительно, у нас сейчас ассоциации очень хорошие С финной дружба была, как говорится, после войны И даже завершала войну Великую Отечественную Финляндия уже на стороне антигитлеровской коалиции Хотя до 1944 года была в сателлитах и, так сказать, на стороне фашистов Вынашивала планы свои антирусские, так сказать, антисоветские Еще буквально с 19-го, 20-го года Когда были оформлены у Советского Союза официальные границы уже с Эстонией и Финляндией Ну, после распада Русской империи, Российской империи До этого, как известно, в составе Российской империи Финляндии, как это сейчас было Ну, как принято сейчас, говорит, была республикой Хотя была своя монета, там парламент Ну, то есть, собственно, очень много своих, так сказать, преференций было И возможностей, в отличие от любой другой части России Но это ладно, это отдельная совершенно история Там относящаяся к дореволюционному уже периоду Своя монета была, все понятно Вот, и вот 20-й год, примерно так скажем 19-й, 20-й год были оформлены отношения с Эстонией, из Финляндии И вот, в частности, граница, так получилось Тогда не приходилось выбирать Советское государство молодое было ослаблено По понятным причинам Собственно говоря, белое движение активное Еще, так сказать, и врагов России, молодой советской России мало То есть, много, а Россия истощена Надвигается, как говорится, тут вовсю уже гражданская война Ведь, ну, понятно, что это такое Не так все просто было, много проблем И вот выбирать не приходилось И так получилось, что граница прошла с буквально в Финляндии 20 километров от Ленинграда То есть, это буквально по нынешним меркам Ну, даже по тем меркам, по сути говоря Если мы говорим о начале, например, Второй мировой войны То это выстрел, так сказать, из дальнобойных орудий Может перекрыть, так сказать, с лихвой эти 20 километров Да, и как раз в Ленинграде В современном Ленинграде Ну, в современном Петербурге Находилась столица Это надо тоже учесть Что это не просто какое-то там городишко захудалое А это одна из двух столиц Конечно, тем более это колыбель, как говорят, мировой революции И это еще политический вопрос И ведь это опасное Это жизненные интересы Сейчас Америка объявила своими, так сказать, жизненными интересами весь мир А что, безусловно, абсурдно А для России, для Советского Союза в те годы 20 километров от столицы, по сути От буквально еще недавней Это все-таки, тем более промышленность Огромная часть располагалась в Ленинграде Это понятно Это колоссальная опасность Это прямая угроза Тем более, что свои антирусские, антисоветские настроения Финляндия не скрывала национализм Финский был Крайне высок тогда белый Вот этот финский национализм И Маннергейм, кстати, здесь не последнюю роль играл Тот самый, так сказать, генерал А потом президент, да, 44-го года Финской республики То есть он, да, прошел Прекрасное образование получил В том числе в России, безусловно Кстати, Академию Генштаба, как многие думают Он не заканчивал Только курсы при Академии Генштаба Это разница Это тоже многие путают Но это ладно Отдельная тема Про Маннергейм мы, я думаю, еще поговорим Вот Ну, война, Вторая мировая, как известно Началась в Европе не в 41-м году Да, это все понимают И вот тот самый 39-й год Началась Вторая мировая война Значит, в Ленинграде Как говорится, военно-промышленный центр Второй по величине в России Опять-таки же, я говорю, исторически Идеологически Это потерять Ленинград Или, так сказать, любые угрозы Это смерти подобны Поэтому был план Собственно говоря, у финнов он был один А это захватить Ну, собственно говоря, начиная с 20-х годов Они развивали сепаратистские, как это сейчас говорят Настроения в Карелии Среди карелов Чтобы даже Ланецкая одно время Республика, мало кто знает Просуществовала небольшое количество времени И они делали все, чтобы часть Финляндии Огромную часть, я бы сказал Ну, как минимум, по Петрозаводск Включительно к своим границам приобщить То есть, собственно говоря Ну, вот, несмотря на то, что сосед у Финляндии Конечно, очень сильный Я имею в виду Россию А, тем не менее, переоценивали Что, кстати, прагматик Маннергейм Кстати, предупреждал, что это глупо и так далее Тем не менее, наше правительство предложило Отодвинуть границы Причем, это не значит, что это ультимативно Это не значит, что мы напали на Финляндию Или там, как сейчас некоторые, так сказать Из каких-то там, ну, нечестно и несправедливо Что называется Потому что, значит, Сталин и Молотов Принимали лично у себя Причем не то, что там, так сказать Правительство, ну, не по статусу А просто посла даже на это шли То есть, на такое, ну, я бы сказал Ну, не то, что такое некое, ну, не унижение Тут неправильно это сказать Но несоблюдение такой субординации статусов И, тем не менее, принимали у себя посла Чтобы договориться Нужен, объясняли, что нам, государству нашему Нужен стратегический буфер Это нормально Тем более, когда на Польшу немцы уже напали То в октябре-сентябре 1939 года Необходим был жизненно важный Стратегический буфер И вот, собственно говоря Столкнулись с полным непониманием Финнам предложили обмен Территорию в Карелии Предложили очень большие территории в Карелии На то, всего лишь Чтобы они отодвинули границу Вот, чтобы наши границы Питер, ну, Ленинграда Не подвергались обстрелу дальнобойной артиллерии Кстати, надо сразу сказать, что Линию Маннергейма Ту самую стали ставить фактически То есть, уже готовиться с войной С Россией уже с 20-х годов То есть, буквально с 20-го года Вот Здесь еще надо отметить Еще надо отметить здесь Что, когда в 1938-1939 году Ярцев приезжал в Финляндию И в Хельсунске И в посольстве СССР в Финляндии Проводились переговоры С Борисом Ярцевым И с теми, кто там С Рудольфом Холсте и так далее То тогда уже было заявлено Что со стороны немецкой Германии То есть, нацистской Германии Готовится агрессия против Советского Союза Уже тогда 1938-1939 год Об этом было заявлено То есть, это сейчас как раз Как будто камешек в огород тех Кто говорит, что Сталин ничего не ведал О том годующейся войне Уже в 1938-1939 году Об этом открыто заявлялась Финляндия И на этом основании Поскольку в Финляндии Сепаратистские такие настроения росли А ведь мало кто знает Что там еще была гражданская война В Финляндии Где белые с красными воевали до этого Но это отдельная история Так вот, тогда уже предупреждали Что, скорее всего Если так будет развиваться Сепаратисты договорятся с немцами И в этом случае Будет через Финляндию Второй удар В сторону Советского Союза И вот для этого Необходимо нам как раз договориться По-дружески Чтобы не допускать таких проблем Потом и так далее И тому подобное То есть тогда уже Были разговоры о том Что Германия готова Начать будет войну Уже Советским Союзом Ну, я еще больше скажу Что в план Барбароссов Финляндия просто входила Как неотъемлемая часть Например, Люфтвафт Базы находились уже задолго До начала войны На территории Финляндии Официального союзного договора У Финляндии с Германией не было Но было, что называется, де-факто Причем даже финский батальон СС был Который, кстати, воевал На Донбассе и в Чечне Вот так вот интересно До 43-го года Добровольцы шли То есть, понятно, этот фронт Вот Очень интересные вещи были Ну, это мы как бы вперед забегаем Сейчас мы непосредственно О Финской войне начнем Но, так сказать Вот, например Даже 21 июня 41-го года За день до начала войны Группы немецкого спецназа и финского Вылетали, например, на Беломоро-Балтийский канал То есть, там были целые операции Кстати, про это даже фильм снимали Вот недавний, современный фильм Ну, довольно-таки Ну, по крайней мере, по сюжету реальному Вот сняли, что взорвать Чтобы провести теракты И, значит, соответственно Не дать вот этому стратегически Важному направлению То есть, особенно важному Значит, это понимали финны Потому что это как кость в горле Потому что переброс войск Там подвоз снарядов И так далее, и так далее По короткому пути И более того Минирование в Балтийском море Уже 22-го числа Кронштадт Там провели, так сказать Финны совместно с немцами То есть, там по полной программе И, конечно Конечно, уже, я говорю С 20-х годов это все начиналось Да, конечно Была революция Вот вы правильно заметили И причем террор Там был очень серьезный Сильное подавление Там не цацкались Там, так сказать По полной программе Причем в этом Непосредственное участие Принимал сам Маннергейм Который пообещал Что если оружие сдадут То красные Ну, значит, коммунисты То, собственно говоря Никого не расстреляют Значит, тем не менее Это не было выполнено Когда там сдавались Определенные части Даже Ну, в общем Большие были Потери И, в общем-то Слова свои Не все Сдерживало В том числе Руководство Многие сейчас Багдворят Маннергейма Тут сейчас вот Ему чуть ли не табличку В Петербурге повесили Слава богу Что хоть сняли Ну, я вообще поражаюсь То есть, Мединский Лично один из тех Кто, собственно Эту таблицу Был инициатором Повесить Это, конечно Ну, я не знаю Нет слов Ну, у нас сейчас Много чего интересного Происходит Хотя надо Должны, конечно Ему отдать Но он был наш враг Он был наш противник С точки зрения Гениальности К тому, как была составлена Эта линия обороны Там есть, конечно Очень много чего Гениального Это надо признать Но вешать Врагу табличку Это, конечно Поразительно Нет, человек может быть Там, я не знаю Там Очень образованный Он действительно знал Многие европейские языки Он Хотя по-фински, кстати Плохо говорил По-шведски Его родной язык был Он вообще был Скажем Там Кровей там И голландский Ну, в общем Он Финном-то не был Да И тем не менее Он для Финляндии Конечно Много чего сделал Хотя был Да, человеком И жестким И тем не менее Разумным Поэтому он предлагал Не начинать войну Правительству финскому С СССР Он говорил Это бессмысленно Совершенно разные силы Тем не менее Линия Обходилась Кстати О ней надо Немного Тоже поговорить Очень дорого Вот эта Маннергема И на самом деле Дотов Где были пушки Было всего там Семь или восемь То есть Все остальные Снабжались пулеметами То есть Даже вот выражение Миллионик Дот Потому что Миллион финских марок Ну, большие деньги В то время Это вот стоил Такой серьезный Оборудованный С подземными Значит Складами Вот Дот Поэтому Их нельзя было Слишком много Поставить Опять-таки Для чего ставили Ну, пулеметы В основном Опыт Первой мировой войны Вот сейчас говорят Многие о том Что вот Мы воевать не умели И прочее Но я не знаю Это, конечно, говорят Либо придурки Либо просто враги Потому что Ну, как сказать Вот Был тогда у всего У всех народов По сути говоря У европейцев Опыт Первой мировой Другого опыта Просто не было Тогда действительно Пулеметы, например Показывали себя Великолепно В плане Что один пулемет Правильно укрепленный Там может Выбивать Там батальонами Там косить И ничего не поделаешь Ну, много чего было Вон, так сказать Окопная война Годами длилась И по сути Не туда Не двигались Что приводило К болезням И так далее Пока вот Брусиловский прорыв Так сказать Новая тактика Всегда когда-то Она новая Становится То, что вчера Было Еще Старое И Вроде бы Ни шагу Как говорится В сторону Трудно сделать порой Ну, вот Значит, эта война Показала очень много И, кстати, мы Мы сейчас об этом поговорим Конечно, мы допускали Ошибки были Вот сейчас мы о них поговорим Да, но Их очень быстро Все учли Моментально В отличие Там от После Ну, уже Вот, да я не знаю Вот, я не знаю Времен 90-х годов Там, 2000-х Но это вообще Да и даже Вот уже 70-х Когда Там Какие-то отрасли Где еще держалось На личностях На отдельных Ну, так сказать На базе Старых Наработанных навыков Опыт Так сказать Держалось Да, у нас В стране То вот тогда В считанные дни Принимались решения И выполнялись И уже Это связано И с авиацией Но мы об этом Как раз сейчас поговорим Вот Ну, думаю Начать с чего нужно То есть Вот, может быть Как раз Давайте вот с чего Что вообще У финнов Вот это тоже Надо сказать Не было понимания Представления Ну, вот скажем так У них было настроение Шапка закидательства То есть У руководства Я имею в виду И К словам Молотова Вообще-то Не прислушивались Даже на переговорах А он что говорил Что вы поймите Что вот мы Политики Мы можем сейчас Разобраться Спокойно Мы готовы Пойти на очень большие Уступки Дать вам территории В обмен на то Что вы отодвинете Это сфера наших Реальных жизненных Вы сами понимаете Обстрел Дальнобойной артиллерии Уж не говоря о том Что буферная зона Должна быть всегда больше Там все понятно Вроде хи-хи-ха-ха И так сказать Добавим к тому Провокации Постоянные со стороны финнов Постоянные провокации С 20-х годов Это до 39-го Терпелие годы Вот Как бы нам В общем-то По истории известно Что обстрел Послужил Вот финнов Накануне Был таким вот 26-го ноября Да Там Был накануне Обстрел Наших границ На этот счет Идется Историй У историков Спор до сих пор Ну вот На самом деле Скорее всего Это действительно было так И дело даже не в этом На самом деле Хотя это было так Вот А в том что Молотов И Сталин Сами сказали Что вы поймите Что если Мы не договоримся То Ну а они говорят Мол мы не начнем войну Мы будем нейтралитету Придерживаться В вот этой войне Вот Однако мы же были Не идиоты Понимали что Так сказать Данные все были Что это полностью Сателлиты фашистов Поэтому Сталин Сталин Просто сказал Что Ну Если даже Вы не хотите Если вы Подоговорите То вас просто Заставят немцы Втянуться В эту войну И этого Не получится У вас быть Нейтральным Это абсурд Миф Вот Ну Тем не менее Министр Военный И правительство Не согласилось Финское То есть На наши договоренности Ну и тогда Молотов В конце Скал Что Ну значит Если мы Политики Не договорились Теперь Будем договариваться Будут военные Договариваться Вот Они даже Этому Не поверили Ну по сути Не придали По крайней мере Значения Ну и вот Пришло То есть Началось То что началось То есть Собственно Еще надо отметить Еще надо отметить Одну фразу Сталина Крылатую фразу Сталина Которую он высказал На последних Переговорах Которые проводились В Москве Территории Финляндии Начались они 5 октября И закончились С 9 ноября Там в 3 этапа Они проходили И вот как раз Когда уже Речь зашла О близости границы Сталин Прознес крылатую фразу Мы ничего не можем Поделать с географией Так как Так же как и вы Поскольку Ленинград Передвинуть нельзя Придется Отодвинуть от него Подальше границу Вот эта вот фраза Очень интересная И там надо Перечислить Наверное Те пункты Которые Советское правительство Выдвинуло Первое Финляндия Переносит границу На 90 км от Ленинграда Финляндия соглашается Сдать в аренду СССР На сроком 30 лет То есть не отдать полностью А сдать в аренду Полуостров Ханка Для постройки Военно-морской базы И размещения там Четырехтысячного Воинского контингента Для ее обороны Советскому военному флоту Представляются порты На полуострове Ханка Самому Ханка И Лапахья Финляндия Передает СССР Острова Гогланд Лавансари Ныне мощный Тютерсари И Сейксари Соответствующий Советско-финский Пакет О ненападении Дополняется Статьей о взаимных Обязательствах Не вступают Группировки И коалиция Государств Враждебной Той или иной Стране Оба государства Разоружают Свои укрепления На Карельском Перешейке СССР Передает Финляндии Территорию Карелии Общей площади Вдвое Больше полученной Физической 5500 Почти 30 км Квадратных СССР Обязуется Не возражать Против вооружения Аланских островов Собственными силами Финляндии То есть Видим Что в принципе Вполне достойный договор Вы нам даете Мы вам больше даем При этом Мы вас арендуем И так далее И там мало того Что когда шли Различные переговоры То Сталин Еще на дополнительные Он шел Какие-то уступки Мало того Что говорит Мы готовы даже выкупить Дать большую цену Вам выкупить Эти какие-то острова Спорные Если вы не хотите Их в аренду звать То есть Это еще будет Еще вам выгоднее То есть Цена там В разы взлетала Вообще много Там было предложений Но вот эта Шапка закидательской Оппозиции Послов В Финляндии Она явно была там Ну как так проявлена И они Категорически отвергли Ну конечно Но я говорю Что посол Вот прям сказал Что Мы хотим быть Вне европейской войны То есть Вот как бы Ну Сталин правильно сказал Что вы Вы как бы Что хотите Не хотите Это не имеет значения Вас немцы заставят И нейтральными Ни у кого не получится Быть в этой войне То есть Это невозможно Так что Тем более Они лукавили Это понятно Ну хорошо Все так Значит И вот Значит Значит С 17 Примерно Так скажем До 23 Декабря 39 Года Был Вот этот Самый первый Мощный удар По Как раз Тому самому Линиям Энергейна По Финским Укреплениям Как говорится Была проверка На прочность Они-то были Вообще Уверены Абсолютно На 100% Что это невозможно Преодолеть Что танки Увязнут на подходы К дотам Потому что Там вот это вот Ежи И так сказать Ну в общем Все что Они подготовили Все линии защиты Так сказать Сработают точно А дальше пехота Которая будет выкашена По сути Вот Так сказать Пулеметами Но На самом деле Там интересное Случилось Что Как ни странно Ну может быть И в этом как раз Странного нет Что танки наши Как раз Проехали Просто Летом Пролетели Эту линию То есть Просто Вот Практически В полном составе Почти без потерь Проблема была В другом Что Они пролетели Значит Через эти Оградительные Сооружения Прошли За доты Понятно Их разрушить Танками И пушками И имеющимися Тогда Это невозможно Они ушли туда В тыл Достаточно глубоко Финном А пехота наша Не имея Еще тогда Средств В связи С танками То есть Фактически Как два разных Так сказать Человека Не слышащие Друг друга Она пошла Как говорится Действительно На пулеметы И вот тогда Да Покосили Действительно Много Это вот Было Что было А что дальше Произошло Танки Как говорится Не найдя Они Ракеты Посылали Но пехота Но пехота Не может Подойти По сути Действительно Там Несколько Попыток Отбили Финны И Уже Такие попытки Прекратили И вот тогда Ночью Дождавшись Ночи Танки Погудели Посигналили А дальше Фактически Пошли обратно Но уже Ночью Когда Часть из них Просто Во рвах Разных Утонуло В болотах Значит Какие-то Были Подбиты Уже Безусловно Силами Пришедшими Для этих Целей Страны Финов Понятно Вот И Вот это Был первый Такой опыт Действительно Неудачный Тогда Мерецков Командующий Ленинградской Войной Округом Его Понизили По сути С командующего Округа Только войсками Перешейка Командованием Но Тем не менее Тут что Можно сказать Действительно Готовились По сути Не так Долго Готовиться Пришлось Надежды возлагали На переговоры Но ведь Действительно Вот вы То что привели В пример Цифры Это же Разумно И Мы были уверены Что финны Все-таки Согласятся Тем более Понимая Что если война Начнется Им не светит Но это Невозможно С такой силой Как нашей Огромной страной Маленькие соседы Тягаться И условия Это прекрасные Что мне было позорно И обидно Что мол Они пошли Из-за того Только на условии Что мол Вот такая сила И мол Чувство достоинства Будет ущемлено Как говорится Тем не менее Ну и вот Что пришлось готовиться Две недели Фактически было Ну и даже Шапушников В свое время И говорил Мерецко Что вот финны Очень хорошо подготовлены Ну и действительно Они 20 лет готовились К войне с Россией 20 лет Понимаете И А мы две недели По сути Вот своей Поэтому Что тут можно сказать Да так Ну а дальше Был некий перерыв Перегруппировки И вот С 11 февраля До 13 Был второй прорыв То есть Мощный прорыв Значит 15 февраля Уже линии Маннергейна Финны оставляют То есть Ее быстро достаточно Несмотря на то Что 20 лет Ее строили И сколько Денег было вложено Мы достаточно быстро Ее взяли Отбили И вышли За ее пределы Так вот Ну а к Выборгу Вообще Мы подошли К 10 марта То есть Фактически Вообще Война Была всего Три месяца То есть Некоторые думают Кстати что год Или там Чуть ли не до 41 года Есть люди Которые сейчас Так думают Нет Она была Всего три месяца По сути своей Ну чуть больше А вот Около Гаврилова Финны держали Еще одну линию Они подготовили Обороны Тоже не все знают Там они удержались Неделю аж целую Но тогда Мы бросили Уже Примерно Значит Вот на эту Вторую линию Обороны Скажем 60 дивизий В начале Это были Фактически Втрое Меньше То есть Мы Кстати Как некоторые Тоже говорят Огромным Перевесом Так сказать В начале У нас Не было Перевеса То есть Фактически Было Так на так Ну то есть Всегда штурмуют Один к трем Один к пяти В идеале У нас Этого не было Но здесь Подготовились Учли ошибки Некоторые Это да Кстати Надо еще Сказать Что война Шла Не только На Карельском Перешейке Как многие Думают Вот Да Она была Вплоть до Мурманска То есть Огромные Были Территории Границы По всей Границе Финляндии И России Причем Тоже Надо Сказать Что наши Части Красной Армии Продвигались Вообще По всем Фактическим Направлениям Даже По проселочным Дорогам Причем Большими Частями Что вот Как раз Было еще Одной Тактической Ошибкой Почему Потому что Проселочные Дороги Очень узкие Значит Там Разъехаться Даже На телегах Это порой Трудно И вот Такие 17-15 Тысячные Группировки Дивизионы Огромные По узким Проселочным Грунтовым Так сказать Понятно Дорогам Продвигаясь Тут сначала Был шок У финнов Просто На самом деле Был шок Какие Огромные Силы брошены Но с другой стороны Они сделали Простую вещь Они просто Потом пришли В себя И стали Передняя часть Колонн Обстреливать Задние Создавали пробку И потом Просто уничтожая Что называется На узкие дороги Слева справа Болото Ну понятно Кстати Мы такую же тактику Стали против Уже немцев Против фашистов Применять уже В 41 году И были Части Были Значит Отдельные Например Танковые Не то что Даже колонны Отдельные танки Там Экипажи Где вот так Подстреливали Подманивали немцев Особенно Те кто прошел Финскую И вот Знал этот опыт Значит Первый танк Подбивали Последний А дальше Спокойно Расстреливали Всю колонну Так что Что тут Можно сказать Опыт Его не было Просто По сути Все Командование Руководствовалось Вот ну Скажем Значит Ну Они-то Финны Со своей стороны Обороной По сути А мы Тем наступлением Как говорится Шашками На конях Ну я условно Утрирую Как это было Ранее И конечно Вот эти ошибки Учитывали Все моментально Вот это тоже Надо сказать То есть уже Не повторяя их По сути Вот Про военно-воздушные силы Тоже немножко Поговорим Я думаю Чуть позже Потому что Там тоже есть Свои особенности Очень интересные Вот Ну Училась Красная Армия Еще раз говорю Очень быстро И хорошо Но тут Надо еще Отметить Что у Финны Все-таки Была очень Высокая Меткость И действительно Вот расчет Даже снайперский И были такие случаи Там сотнями Могли убивать Наших Солдат Тем более Что Там были Такие Кружки Ну как сказать Вот когда со своим Оружием приходят И Это было повально С 20-х годов Тем более Что много там Охотников Там это Национальный Значит Как среди наших Так сказать Сибиряков Вот Но поскольку Да Надо отметить Что у них Прям дома Висела форма Амуниция Амуниевая То есть Готовность к войне Была Не просто Так надо Куда-то было На склад идти А достаточно Было просто Шкафчик открыть Одеться И пошел воевать И вот тут Необходимо Наверное Указать То количество Которое Военных сил Уже К 39-му Году Находилось Было готово К тому Чтобы участвовать В войне Финская армия Дивизии 14 С нашей стороны 24 Но надо учесть Что хотя На 30 октября Это указывается Цифра На самом деле Там были Перформирования Подтягивались Дивизии И так далее Но будем считать Ладно Там с точки зрения Историков У нас был Двуекратный Почти перевес Личный состав Тоже двуекратный Перевес 265 тысяч У финнов У нас 425 Орудия Минометы 534 У финнов У нас 2876 То есть Значительный Перевес Танки У нас 2286 У финнов Всего 26 Танков Самолетов У нас 2446 У финнов 270 Но тут Пускай Никого Как бы так Не улыбаются В полный Рот Зубов Потому что Все-таки Надо учитывать Что в те времена На стороне Финляндии Были поставлены Уже Немецкие Самолеты Фокеры И другие Например Есть фотографии 1939 года Где финские Самолеты Стоят со Свастикой На борту То есть Белый кружок И свастика Это не были Какие-то Допотопные Самолеты Это были уже Вполне Те самые Самолеты Которые Уже Практически На них Уже В 1941 году Немецкие Вооруженные силы Немецкая авиация Вторгалась На территории Советского Союза А у нас Было все-таки Много Очень легких Танков Те которые Ну как Больше На броневики Были похожи Еще в те времена 1939 год И современных Тогда танков Еще Ну мало было Практически И было Очень много Самолетов Те которые Были Бипланы Вот так называемые Легкие самолеты Поэтому По количеству Да Перевес был Но Надо учитывать Что технически Кое в чем Еще пока Не дотягивали И вот тут Надо посмотреть Соотношение Как финские И советские Дивизии Были Комплектованы Значит Меня поразило Следующее Что По пулеметам По крупнокалиберным Финов Вообще Не было в дивизии Крупнокалиберных Пулеметов Обычных пулеметов 7.62 Было Меньше Чем у нас Зенитных Пулеметов Практически Тоже не было Гранатометов Практически Тоже не было Таких Вот имеется ввиду Ружейных Гранатометов Вот Минометов Примерно одинаковое количество Но Зато В дивизии В отличие От советских Ну красноармейских дивизий Было 250 Пистолет Пулеметов СОУМИ То есть Это чем-то похоже На ППШ Ну кто знает ППШ Только чуть подлиннее ствол Это говорит о том Что С точки зрения Огневой Мобильной мощи Финны все-таки Были более готовы Вот таким Локальным боям Когда один на один Потому что С нашей стороны Винтовки И пулеметы Которые надо было Перетаскивать Там станковые пулеметы Максима и так далее А у этих Переносные Пистолет-пулеметы Типа ППШ И поэтому Огневая мощь Вот в столкновениях Один на один Когда все-таки У финнов Была больше И плюс ко всему Очень активно там Развивалась Как вы правильно сказали Это подготовка Именно Индивидуальная Стрельба Тировая стрельба Там снайперская стрельба Тактика выбивания Первых и последних В колонии Вот на узких Тропинках Среди болот Вот это тоже Очень активно действовало Все в пользу финнов На первых этапах Да Значит Подготовка Действительно И была великолепная Это было Ну и в традициях Просто охотников И такое Национальное Патриотическое движение И так сказать Вступали в эти клубы Учились Сборы То есть там фактически Что не ячейка Что не человек То так сказать Вот семья То так сказать Боевая единица И поэтому Действительно Там были Корректировки Наводов Вот известные Здесь Когда говорят Снайперы На самом деле На деревьях Снайперы Там не сидели А там сидели Именно вот Корректировщики Наводчики огня Которые действительно Трудно было обнаружить Именно потому Что у них Как раз Оптики не было Кстати Они Еще один момент Что снайперов Вот наши снайперы Не могли Почему долго Выслейить Уничтожить И они Огромный ущерб Причиняли Нашим войскам Потому что У них Вот это вот Ну как говорят Охотник Белки В глаз Может попасть Это тоже один Очень важный момент Потом Значит Пистолеты Пулеметы Действительно У них были И было удивительно И новинку Тогда для наших войск Когда брали Все-таки таких И они могли Уничтожить Просто вот Спрыгнуть с дерева Что называется Там убить 10 человек Там убежать Грубо говоря Ну условно Вот И вот все такое Вроде по мелочи Накапливается Очень много Объективных моментов Вот Ну еще раз говорю Вот Вот эту тактику Ее менять Стали мы И учиться моментально То есть Снабдили армию Значит Соответственно Более легкими Пулеметами Так сказать Стали маскировочные Значит Халаты И так далее То есть На лыжи Которые тоже У финнов Были тогда лучше Но поставили Перевели на другие То есть Это все Стали моментально Менять Значит Что касается ВВС Тут такое дело Значит Это зима Это север Это метели Пурги Наши Летчики Военные Не обладали Тогда Вообще Ну как бы это сказать Навыком В таких погодных Условиях Вы знаете Что тогда Даже Полярных Летчиков Стали вызывать Вот например Так сказать Водопьянов Полярный Летчик Он только мог Фактически Ему подобные Буквально Несколько человек Фактически Пересели Их просто Пересадили На тяжелые Бомбардировщики Они Фактически Сбрасывали Бомбы На укрепрайоны Но Что-то Куда Была Авиация Тяжелая Ведь Пикирующих Еще не было Бомбардировщиков Кстати Их моментальность Сели Разрабатывать Вот прям Буквально Через несколько Дней Было Задание Потому что Бомбили Ну фактически Это километр Разброс был То есть Попасть там Были случаи Когда вот Один мост Там Ну всю войну Бомбили Не могли Разбомбить Потому что Бомбы Просто Дело случая Не попадали А уже Пикирующие Другое дело И вот тогда Кстати Голованов Был такой Летчик Вот он стал Потом маршалом Впоследствии Авиации И вот он Был Конечно Ну и Летчик Великолепный Стратег Вот он Тогда стал Мол Одному Это известный Случай Так сказать Из военачальников Говорить Мол Что вот Так сказать Ошибки такие Сякие Я бы так Я бы так Ну подпил там И в общем Стал бы А ему Сказали А ты к Сталину Напиши Он кстати написал И вы знаете Да Сталин Вот опять таки Что надо сказать Что письмо Дошло Во-первых Вот как мы В прошлый раз Я рассказывал Как одно письмо Подполковника НКВД То есть простой Ну это же Не какой-нибудь Там Генерал Или там Маршал А тем не менее Тоже И попадали письма И читал Сталин И вот Он вызвал Через две недели Буквально Как тот написал Голованов И сказал Товарищ Голованов Ваши Замечания Объективные Давайте-ка Не будем заниматься Как сказать Просто сотрясанием воздуха А вот вставайте На должность Он очень просто Это все делает И разруливайте Это вопрос Я вам Так сказать Вот хочу доверить Ну и надо сказать Он справился С очень многими Вопросами Прекрасно Значит Тактические вопросы Были пересмотрены Например Вот эти самые Моментальные Пикирующие Бомбардировки Илы Стали разрабатывать Другие Под прикрытием Авиации Истребительные В общем Много-много Значит Сразу на КБ Пошли Так сказать Заказы И проекты И вот Мы к 41 Все-таки смогли Уже смогли Это вот Очень важный Был урок В частности И в авиации Ну а что касается Например Дотов Тут интересная тема Ведь действительно Уничтожить Дот Очень трудно Тем более Если есть бронелисты Если есть бетон армированный Ведь еще попади в Дот Это нужна тяжелая артиллерия Которой было мало Значит И действительно Порой Ну танки пройдут Вот они прошли А что толку Если тогда не было Еще вот этих Согласованных маневров Не было Таких танков Как КВ-2 Там которые в принципе Только вот Единичные экземпляры Были созданы Да и со связью Там проблемы были Тоже надо учитывать Со связью Вообще Даже между танками А уж между пехотой И танками Это фактически Несогласованная была работа Поэтому пехоту просто перебили А танки прошли вперед Если бы пустили тяжелые Как положено Сначала танки За ними средние Тяжелые Долбили бы Доты Там Которые конечно КВ бы Ну просто Это смешно бы В упор могли бы стрелять Из тех пушек Что у них были КВ бы Ничего не было Но вот это не учли Тогда их не перебросили На этот фронт Ну их было мало Во-первых Вот только-только Они были В армию пошли Изобретены Пошли Вот Ну и ладно В общем что делали А было очень интересно Для уничтожения дотов Тогда мы Кстати тоже Ну не пальцем же В носу ковырялись А почему так быстро Их буквально там Недели полторы И фактически уничтожили А было как дело Вот ночью Потому что Чтобы зона обстрела Пулемет-то кстати Имеет Ну примерно Тогда имел Как у танков Даже пулемет Порой Те же наши Максимы Или аналоги Их Они и полтора километра Косили А пушки Далеко не все Тем более Нужны тяжелые А как подвезешь Днем тяжелую пушку Да еще по болотам Да еще по каким-нибудь Через Значит Ежи Противотанковые И чем подвезешь Тем более Их было мало У нас были тогда 152-миллиметровые пушки Были 203 миллиметра Это те самые Которые вот На гусеничном ходу Многие в кинохронике Видели По Берлину Там стреляют И вот огромные мощные орудия С огромным откатом Тяжелые Многотонные Гаубицы Такие гусеничные Да Вот такие могли Как раз их и применяли То есть Что делали Сначала выкатывали Ночью Маскировали Пошагово продвигали Причем тогда Делали специальные Обстрелы И авиацию Чтобы вот Не слышно было Что идет стройка Там долбили мерзлый грунт Там Значит Вот ставили такую пушку Стреляли Примерно До 150 Снарядов Надо было Чтобы Только очистить Дот От Ведь сверху его покрывали Землей Валунами Мощными Валунами И конечно Это требовалось Вот где-то От 70 До 150 Снарядов Чтобы только Счистить И обнажить Бронелисты А потом Стреляли так Чтобы попасть Между Вот этими Листами И собственно говоря Тогда только Могли разрушить Ну и вот эти Потом уже Стали применять 203 миллиметра Так сказать Которые конечно За нескольких Выстрелов Значит Очищенный Такой дот Конечно Могли подорвать Вот Ну примерно Таким образом Покончили Что называется С дотами Я еще хочу Дополнить О себе Что когда Там же было И окружение Когда как раз Был прорыв Вперед ушли А потом Пулеметы Отрезали То в общем-то Некоторые части Подали в окружение Там были Ну ситуации Очень-очень тяжелые И выполняя Приказ Главнокомандования Комкор Духанов Поставил задачу Командиру 44-й Стрелковой дивизии Виноградову Срочно Прибыть В такой-то район Там указывается Район Не будем сейчас Просто забивать Информацией Деблокировать дорогу То есть Ну позволите Вывести И вот тут Начинается Очень интересный Момент Что развертывание Дивизия Оказалось Не очень успешным Почему Потому что Автомобилей Грузовиков Там Лошадей Грузовых Не хватало Это опять же Упущение Того что Не были готовы В этом отношении Все очень быстро Делались И плюс ко всему Температура уже На улице Достигала Минус 40 градусов А надо учитывать Что поволнение Дивизии Пришло с Украины И одежда у них Была осенняя Вот этот момент Тоже Мало кто учитывает Что настолько Быстро все завертывалось Настолько быстро Все разворачивалось Что те Кто должны были Снабжать нашу армию Зимним Бундированием Транспортом Какими-то картами Еще чем-то Они просто Опаздывали От событий Командиры Между собой Не имели связи Командиры Например Одни командовали Сюда Другие командовали Сюда Почему Потому что Ставилась команда Танком на прорыв А пехоть Например Там зачистки Но при этом Не учитывалось Что они друг без друга Не могут быть Танки отдельно Подрывали Поджигали Потому что тогда Уже коктейль Молотова Был известен Кстати коктейль Молотова Появился тогда И об этом карикатуры Финские Очень много И плакаты Об этом говорят И финны тоже С успехом Начали применять Здесь в общем Очень такая Интересная ситуация Заворачивается Первые котлы Которые попадали То финны То наши Первые там Окружения Выход из окружения Подвоз Выстраивание коммуникаций Перестрой Быстро Направление Мало того После Того Как вот эти Все Послереволюционные Моменты Еще там оставались Такие То что называется Пережитки Когда внутри Какого-то Подразделения Военного Собирался совет И этот совет Обсуждал Решение командира Будем мы это делать Или не будем Доходило даже до такого И вот тогда Были силовые методы Внедрения Комиссариата Дополнительного Которые просто вот с этим Заканчивали И передавались Все права Полномочия В таких вот местах Где советы такие Слишком активно Начинали себя действовать Передавалось уже напрямую К командованию Чуть ли не комиссару Чтобы он там Чуть ли не с пистолетом Прибегал Говорит Хорош Ребят Сейчас расстрелить Даже до этого доходило Плюс ко всему Там были моменты Когда выдавался спирт Вот это тоже надо отметить Что как раз Об этом углов писал Знаменитый наш академик Он же в этой войне Впервые принимал участие Что разлагающим элементом Повлиял то Что спирт Когда люди оказывались Где-то что-то занимали Какую-то там Блиндажи Или что-то еще И вдруг оказывался спирт И все Армия Или эти участки Они становились Небоеспособными Мало того Там обморожения появлялись Такие температуры До 40 градусов доходило То есть столько моментов Употребление алкоголя Поражение Я говорю Столько здесь доходило Вот этих моментов Которые потом К 41 году Уже успели обкатать Что я даже не знаю Если бы не было Этой такой Короткой войны Что бы тогда было В 41 году Как бы тогда еще Разворачивались события Было бы неизвестно То есть к новой Безусловно Новым реалиям Новой войны С появившейся Революционной Новой техникой Не были готовы Собственно говоря Ни та, ни другая страна По сути То есть финны Единственные К обороне были хорошо готовы Но это понятно Потому что Свои укрепления Вон сел Какой-нибудь финн Там Как были кстати Случаи В каком-нибудь ущелье И вон 300 человек Выбивает из снайперской винтовки Это понятно Да если бы 300 То еще 500 выбивало Туда есть даже Белая смерть Называли таких финнов Поэтому вот действительно Мы говорим Что погибло Вот кстати надо сказать Статистику Что в результате Финской войны 26 тысяч финнов Было убито И 138 наших Ну так это понятно Потому что Я говорю Что Ну вот все о чем Мы с вами говорим Это не потому Что такие неумелые Кстати финны Нет конечно Иногда И лезли Из-за нашего Как говорится Героического И пылкого характера Вон финны Например удивлялись Что пушки наводят Вот эти Чтобы доты разбивать Один расчет Подходит Его перебивают Подходит Спокойно другой И спокойно Так сказать Начинают Так сказать Дальше работать Следующий Следующий Они говорят просто Ну это как психическая Атака Когда показывают Фильмы Когда белогвардейцы Идут Идут А наши Из пулемета Стреляют А те идут Без того Выстрела И так сказать Уже паника Начинается Но это ладно Вот То есть действительно Нюансов было Очень много Кстати Еще надо сказать Что финны Очень рассчитывали Что им поможет Англия Франция И Швеция Которая вступит В войну То есть они Прямо на это Очень сильно рассчитывали И кстати В самом конце Уже войны Вот это тоже Очень важный момент В самом конце В самом конце Войны Когда поняли Что в лучшем случае Могут поставить Там дополнительное оружие И принять участие Даже какие-то там Силы Так сказать Не только финские А других государств Там Значит Шли переговоры Разные у правительства В Финляндии Тем не менее Это минимум полгода А что тогда Действительно Вот это надо отдать должное Ну как Для Финляндии И они в общем-то Это понимают Большое дело С делом Маннергим Ты же иначе Просто в Финляндии Ну по сути Не было бы Он посчитал Он дал всем Генералам своим Так сказать Посчитать Насколько Хватит Сил У Финляндии У финских войск И ответы пришли Он среднюю Арифметическую Вывел На неделю И он сказал Если вы Дорогие товарищи Ну правительство Финляндии Не сможете Быстрее чем За неделю Там значит Пригласить Дополнительные войска Союзные Там какие-то Значит И найти средства Прочие Технические То надо Срочно подписывать Мирный договор Ну и вот Собственно говоря Подписали А куда деваться Результаты Действительно Этой войны Они Это Это очень важный Результат Это пересмотр Всего Вот вы сказали Например про Одежду Совершенно правильно И вот посмотрите Как уже К 41 году Мы подготовились Что немцы Не были готовы Ну потому что Понятно Они рассчитывали Быстро взять Там еще Чуть ли не до осени А Нашу Москву По крайней А значит Соответственно И война Считали Будет закончена А так сказать Мы подготовились По полной программе Все солдаты Все были обеспечены Теплой одеждой Дефицита Там не было Причем тут Надо отдать Должное И лично Лаврентия Павловича Берии Вот как раз За такую подготовку В частности Казалось бы Таким вопросом Которым он не должен Заниматься Но он занимался Тоже очень много чем В частности Даже такими Нюансами Потому что Учли действительно Тогда Ну практически Все Не учли только Ну как не учли Это всегда И учитываешь И вроде Всегда нож в спину Это предательство И вот на самом Так сказать Западном Как говорится Фронте Вот то что мы В прошлой передаче Говорили Вот тут Вот как раз Это произошло Линия Сталина Когда они завезли туда Фактически Оставили беззащитными Вот такую мощную Кстати Которая более сильная И мощная была Линия Сталина Чем вот Линия Маннергейна Кстати Намного Намного сильнее Но это отдельная тема Интересная Я кстати Сейчас вот как раз В Белоруссии нахожусь И вот Ну Посещал Правда Не в этом раз А несколько лет назад И вопрос Это так изучал на месте Действительно Это было Ну гениальное Еще бы Вот годик Ну да дело не в этом Она уже была готова Но фактически Вот из-за предательства И попустительства И где-то Халатности руководства И Павлова И других Так сказать Вот Было что было А так Она бы задержала Немцев по полной Программе Говорили И это у вас Кое-что Но вы закушались Дело в том Что в Финляндии Она была достаточно Автономной При царе То есть Это было Некое Автономное Княжество Куда приезжали Отдыхать цари И причем Царей там Достаточно Хорошо к ним Относились Александр Первый Его там очень любили И Второго Почитали Да и в общем-то Николай там тоже Любил бывать Там были Отдельные резиденции Никого там Не притесняли Какого-то там Крепостного права Или что-то Еще каких-то там Побоев Мордований Финского народа Не было Поэтому Когда Вдруг Произошла Революция Или кто-то называет Переворотом В России То Тогда уже Вот 6 декабря 17 года В Финляндии Происходит совещание Там принимают решение О том Чтобы подать Заявление О выходе Финляндии Из Территории Царской России И вот 31 декабря 17 года Ленин Подписывает О том Что да Финляндия Свободна Казалось бы Жили хорошо Никто вас Не притеснял Но потом Начались Как раз Белогвардейцы Туда отступать Потом там Гражданская война Про которую мы говорили Там революция Гражданская война Где тоже там Столкнулись и красные И белые И в общем-то Много чего было интересного Потом Начались связи Подыгрывания С одной стороны Англия С Франции Подыгрывают Финляндии Песни поют им Да С другой стороны Германия С ним очень четко Вошла В хорошие Такие отношения И там уже Базы стали строить И так далее Зажать техникой То есть здесь Финляндия Стала такой Пятачок Плацдаром Для разыгрывания Какой-то Непонятной игры Где многие финны Вообще не понимали Что происходит И вот как раз Надо отметить Что довольно корректно О чем мы говорили В самом начале И Сталин И послы Себя вели И предлагали Много чего хорошего Но вот эта вот Шапкозакидательская Позиция Финляндии Как раз строилась на том Что им слишком Много пообещали Но практически Ничего не сделали И Маннергейн Кстати Когда он высчитывал Возможности Финляндии Он выяснил Что в некоторых районах На хороший бой Хватило бы Патрон Зарядов Где-то на два с половиной дня То есть там не то Что неделя Там кое-где Даже на два с половиной дня Бы не хватило Но Опять же К большому удивлению Можем заметить Что целая армия У нас попала в окружение Была полностью истреблена Это вот как раз Происходило 16 января Началось Когда морозы До 40 градусов Ночью до 50 И там Закончилось Конечно Страшными делами 16 февраля Там в общем Минометом И пулеметами В общем Угробили Все что можно было И в конечном итоге Оставшиеся Несколько танков И Те кто рядом с ними Находился Попытались Вырваться Из кольца Но в общем-то Ничего не получилось Кстати До этого Штаб Дивизии И управление Поступали Тревожные сообщения Что нас берут в кольцо Нужно срочно Прокладывать Нам путь Для возвращения Надо срочно нас поддержать И так далее Но опять же То ли из-за какого-то Предательства То ли из-за чего-то еще В общем-то Штаб 8-й армии Так до конца Не отреагировал Не знаю Сами ли не отреагировали Или там Поставки Или что-то еще Но в общем Тяжелый бы случай Уничтожение Очень большого числа Там несколько тысяч человек Погибло Это факт То что финны Были Подготовились И сумели уничтожить Там 1700 человек Приблизительно так там Говорится Это очень страшно Ну вот поэтому Такой большой перевес То есть вот все Что мы проговорили И растяженность По вот этим дорогам Войск Так сказать Которые Как на Если из подготовленных Мест стрелять Как на ладони Что называется А болото Слева-справа И Вот это Тактические нюансы Знания Своей местности И противоположные Так сказать Незнания Потому что быстрая подготовка К войне была Ну опять-таки От безысходности Она была Но была Пришлось быстро готовиться И фактически Начинать Так сказать Авралом Потому что Ну вот уже все Так сказать Тут вторая мировая Вошла уже Россия Границы Польшу уже взяли Как говорится И ясно Что Огромные риски А тут такое Стратегическое направление Ну это вот уже От безысходности Ну что делать Да Это тяжелый исход Потери большие Ну и Приобретено было Так сказать Не пропали Эти жизни Напрасно Потому что Это предотвратило Ну фактически Можно сказать И Значит Летальный Такой плохой Исход Второй мировой В плане Так сказать Того Что могли бы Последствия быть Гораздо хуже Потому что Мы действительно Смогли Просто Да Вот здесь как раз Блицкрик Который Германия готовила Он отчасти сорвался На мой взгляд Потому что До этого У нас была Финляндия Халкингол У нас до этого Был Где-то Многие тактики Впервые Применялись Ну опять же Участие В Заграничных Наших Командировочных Так сказать Если мы Испанию вспомним Вот эти все моменты Они были Кровью наших Сограждан Кровью наших Предков Они были В общем-то Прописаны И В дальнейшем Многие проблемы Были решены Так что Финляндия Халкингол И вот Испания Они просто так Не прошли Хотя многие там Ругают Но Что было Ругать будут всегда Это понятно Но Однозначно Не прошли И Боеспособность Нашей Родины Выиграла Сразу Были поставлены Глобальные Стратегические Задачи И бронетанковыми Перед войсками И авиацией И действительно Очень много было В правильном режиме Изменено Конструктивно Внесены изменения Созданы Принципиальные Новые виды Вооружения И в общем-то В стратегическом плане Изменения Ну и конечно Уже Строгая Иерархия Выстроилась Отношений Управлений Так сказать И так далее То есть в общем-то Мы подошли По большому счету Мы подошли К войне Уже готовыми Да Конечно Всегда хочется Еще полгода Еще год Но это уже Вопрос такой Риторический В общем Мы были готовы К 41-му году Скажем так А вот теперь Можно говорить О роли Сталина Если так рассматривать Как он себя вел Что он сделал Ведь у нас не только Финская война Но и Сталин Вот тут наверное Надо о Сталине поговорить Его действия Какие ошибки Какие правильные действия Что он сделал Там изменения В командном составе Вычищение Так называемой Пятой колонны Ну и так далее Вот об этом наверное Стоит поговорить Нет Безусловно То есть вот то что говорят Мы не готовы Потому что к первой Миро Ну вернее к 41-му Потому что Сталин Так сказать Уничтожил лично Чуть ли не Высший Лучший командный состав Ну во-первых Командный состав Показал себя Как показал Вот например На Финской войне Было видно Опять таки У старого командования В том числе царского Были совершенно другие Так сказать Как и вот говорят Буденного Там смеются на нем Или на Дворошилов Мол шашкой на коне Ну и у них было Фактически по тактике То же самое Еще не было Таких вот знаете Только формировались Бронетанковые войска То есть фактически В условиях новой войны Все себя вели Примерно одинаково Военачальники С опытом С большим Меньшим Его не было по сути опыта Был опыт первой мировой войны Вторая мировая была Совершенно другая война Что касается Сталина Это был гениальный стратег Но и он не знал То что было впервые Он мог предугадать И многие вещи Как стратег Политик Он делал все безупречно Что касается Как военного Тактика Он же и не вел войну Фактически Так сказать Как главнокомандующий Финскую Поэтому Что тут можно сказать Есть профессионалы Есть военачальникам Которые доверяют Верховный Голоковод Так сказать Доверяли Ну вот Кто себя как показал Что касается Заговоров Тех самых Которые как Например Тухачевского Ну так они были Что тут можно сказать И действительно Пытались скинуть Вот это Про тротскистское Настроенное Руководство Это так и было Во голове В том числе С Тухачевским Но не только Там понятно Была целая группа И были процессы Процессы открытые Все было абсолютно доказано Все было Так сказать Печаталось в газетах Это потом У нас в 90-е годы Понятно Ну с легкой Руки Тротскиста Хрущева Да было Так сказать Что якобы Все Всех невинных Расстреляли Хороших Военачальников А осталось Не пойми кто Были Во всех Наших частях Штатные Опытные Военачальники Все это было Так сказать Всех никого не расстреляли Что это за глупость Так сказать Это вообще Тема Ну такая конечно Интересная Но Отдельная такая Где можно конечно На цифрах Все это показать Но на эту тему Ведь понимаете Есть архивы И даже Хрущев Который Созвал Две комиссии Как минимум Официальные были Которые одна После другой То есть Ведь его не удовлетворило Первые результаты Что мол Вот Была задача Показать Сталина Как Плохого Руководителя Как кровавого Тирана Показать Миллионы Про что Солженицын Писал этих Невинно Репрессированных Ничего Это найдено Не было Официальные Госкомиссии Это не Показали Он создал вторую И опять-таки Там не смогли люди На себя грех Такой взять Ну против цифр И документов И только Уже документы Которые с конца Восьмидесятых Уже при Яковлеве Так сказать Идеологи Перестройки Стали подделывать Массово Как потом и оказалось Потому что К Ильюхину Вот И документы Эти попали Люди Пришли Которых Совесть уже Просто начала Ну возраст идет Не у всех же До конца жизни Остаются Так сказать Конченными Мерзавцами Есть кто думает О том что Осталось жить Может быть не так долго С чем ты Так сказать Отойдешь В мир иной И в общем Ты что для страны Сделал Или наоборот Что плохого Ты сделал И вот Были люди Которые Из архивов Этих Приходили И Говорили Что уже 20 лет Как переписываются Просто документы А что Бумага то есть Печати есть Так сказать Переписывают По полной программе Вот Поэтому Значит Это тоже известно Но это все было Уже в 90-е А мы то знаем Все об этой войне Потому что нам Какие телепередачи Мы смотрели в 90-е Правильно ведь Поэтому Конечно Конечно Ну так все таки Вот Сталин Значит Что стратег Понятно Что он понимал Что если сейчас Не сделать перестройку Технологическую Если сейчас Новое вооружение Не вести Не реорганизовать Устройство армии Для этого Я извиняюсь сразу А для этого Нужна была коллективизация Потому что без нее Не сделать было Индустриализацию Не подготовить оборонку Не построить заводы Нужно было Большое количество людей Огромные Миллионы Высвободить Из сельского А у нас Аграрная страна Досталась Сталину В наследство И собственно говоря Один трактор Мог высвободить Ну там 30 человек Мужских Сильных рук Которые могли бы Пойти на заводы Строить Вернее заводы Поэтому все Гениально было сделано Сначала бы Закупались На последние деньги Станки Строительные Станки Которые Строились Станко Строительные Заводы Обучались Параллельно Наши специалисты Все было сделано Ну как Я не знаю Как критическая ситуация И вот Фактически Ни одной ошибки Не было Стратегически сделано То есть Единственное Из 100% Все что было возможно Делали на все 100 Это точно То есть В плане руководства В плане Конструктивных Так сказать Заданий И То что потом Конечно народ Наш целенаправлельно Действительно делал И вот вспомнить даже Кстати Как же Господи Фамилия Он был Министром Потом До 88 года Трактора строения Единский Как-то Он жив до сих пор Ему 101 год сейчас Господи Фамилию Забыл Потом вспомню Вот Ну просто И вот он даже Будучи на Урале На Уралзаводы Куда перевели Оборонку И танки Там делали Т-34 Он кстати Участвовал В создании Вот жив до сих пор Такой человек Мало кто знает Представляете Да То есть вот Герой конечно же И Герой союза И вот он Тогда даже Сталин Вот о чем я всегда говорю Он не был еще тогда Он был начальником Производства Даже не то что Директору звонил Говорит Так и так Надо Еще Война шла 42-й год А надо было Казахстану Тракторов не хватало И была задача Дополнительная Он говорит Все Товарищ Часа нисколько Но задачу Выполнили Вот так самоотверженно Действительно работал Наш народ Но это в условиях Уже начавшейся Тяжелой Второй мировой А до Второй мировой войны Нужно же было что-то Подготовить Ничего не было Не было даже Тракторов по сути Вообще ничего И естественно К чему мы могли В условиях Сталин понимал Что Вторая мировая После Первой Неизбежно Не всех удовлетворили Результаты Первой мировой войны Германия осталась С огромным Ущемленным Национальным самолюбием Что неизбежно Он Великий был стратег То есть Вот И я бы сказал Провидец То есть Если так можно сказать То есть Ну гениальный стратег Он все понимал Что будет Как мир будет устроен Что нам необходимо А кто из наших людей Вот просто так возьмет Все что ли понимали Все понимали Как он Что вот Тебя коснется завтра Не сегодня Но завтра И нужно Открыть закрома Нужно дать зерно Нужно за зерно Закупить Потому что золото Вывезли все С семнадцатого До двадцатой Наши троцкисты И ничего не было Уничтожили все виды промышленности Нужно это было Все в основном С нуля А кто даст Никто не даст За золото дадут А так сказать Без него нет Вот нужно было Поэтому устроили Вот эти торгсибы торговли С иностранцами Потому что Это все тоже Либералы наши орут Из людей последних А как Как если люди не отдают Ну так Ну не насильно Ну так принеси И купи пожалуйста Вот тебе дефицит Купи за золото За бриллианты А это нужно стране Для чего В карманы что ли класть Чиновникам Как сейчас Нет Это надо было Чтобы Промышленность Все виды промышленности С нуля построить Ну это Ясное дело Что все люди Этого понять не могли Поэтому были недовольные Идиоты Потому что есть те Кто понимает Только своим брюхом В данный момент времени И больше ничем не мыслят Ну а что тогда делать Цацкаться с ними Или тогда Пока конец Будет Родине Так сказать Это нельзя было допускать Поэтому да Меры были Жесткие В какой-то момент Опять-таки Значит на местах были Безусловно Перегибы страшные Были те Кто ненавидел Русский народ И вроде бы У верхушки Или ну Местечковой власти Стоит Но ненавидел И поэтому Пользуясь ситуацией Творил что хотел За что потом Кстати когда В 38-м Берия Так сказать Был для этого Собственно и вызван Как доказавший Там на Закавказе Так сказать Как прекрасного Управленца Тактика Великолепного Чтобы Положить конец Вот этому Беспределу Вот этим Тройкам Ваханалии Ежовщине Так сказать За что и поплатились Те самые А внуки Либералы Которых Сейчас вот Вопят нам Всякие там Сванидзе И прочие Так сказать Вот их дедов И тогда и постреляли Так сказать Заслуженно за то Что они творили Вот этот беспредел Уничтожали Лучших Как говорится Представителей народа И Так сказать Вот это Вот за это Поплатились Так что Вот Когда говорят О каких-то обвинениях В адрес Сталина Это голословные Общие Фразы Которые вырваны Либо Там Из Значит Контекстов Каких-то Да и вообще Собственно По прочтению Книг Солженицына Что там Миллионы убитых Невинных Конечно же Еще И так далее А или Ледокол Так сказать Предатель Изменника Вот этого Резуна Который Так сказать Взял псинтоним Великого полководца Суворова Замарал Даже это Так сказать Попытался замарать Да Вот Но вот Оттуда люди И знают всю историю Больше ниоткуда Ну из подобных источников Я имею ввиду И все А на самом деле Посмотреть Если вообще Как Велась Какая жизнь Тогда была Вот просто Вникнуть В суть Это же Тяжелейшее Положение В стране Было И руководство Было Перед Задачей Можно сказать Сто шансов К одному По сути Вот Если ты пойдешь По единственному Верному пути Зажав Как говорится Вот Волю в кулак И так сказать Пояс Запоясавшийся Подтянув Да То вот только Так и можно Жесткими методами Да Но правильными В условиях Мы не можем Со стороны С позиции Современного Так сказать Понимания всего Подойти Адекватно Логично Объективно К тем временам Тяжелейшим Которые трудно Представить себе Только начиная Когда изучаешь Вот Все это Понимать Как тогда Так понимаешь По-другому Я бы не поступил Ну да Здесь надо еще Понимать Что Как раз Вот эти либерасты Которые сейчас Кричат о том Что во времена Сталина Лично там Сталин Чуть ли не с Маузером Ходил и расстреливал То как-то Они забывают Что в общем-то Их деды Как в большинстве Своем Их деды Эти беззаконие Тритворили И большинство Троцкистов Которые Троцкого Превозносят Сейчас Они как-то Упускают Из вида Специально Наверное О том Что лично Троцкий Сам участвовал В расстрелах И подписывал Сам приказы О расстрелах При этом Сталин Насколько я там Помню Расстрельных Каких-то Письменностей Не имел Вот И Получается Что Определенные фамилии Определенной Национальности Управляли Этими Лагерями В том числе И ГУЛАГом О которых Тот же самый Упомянутый Писатель Наш Предлагавший Разбомбить Советский Союз Сатной бомбой Как-то Вот писал Но при этом Фамилии Не упоминал И все Опять же Свадилось На Сталина Я не отношусь С каким-то Восторгом К Сталину Да вообще С какого-то Руководства Не отношусь С восторгом Потому что На управителя Как на Какую-то Личность Вообще В истории Мы должны смотреть Не с точки зрения Нравится Не нравится Он как человек С точки зрения В первую очередь Что он сделал В первую очередь И как это Сделалось по-честному А не так Что кто-то Про него Что-то написал Вот давайте Откроем просто Какие-то Документальные Поднимем бумажечки Циферки Посмотрим Посмотрим Чьи подписи стоят Посмотрим В конце концов На фамилии Посмотрим Когда кто пришел Когда кто ушел Может быть Тогда останутые Свои места А так просто Верить Что кто-то Там на заборе Написал Какое-то слово А там дрова Оказались Ну извините Так что Здесь надо подходить Очень объективно Конечно Конечно Ну сейчас люди Все-таки Начинают понимать Это И действительно Очень много Историков Которые все-таки Вот за душу Все эта несправедливость Взяла И в 90-е годы Они нашли в себе Силу И смелости И материальные Какие-то Трудности Превозмогли И написали Очень много Прекрасных книг Как сейчас можно Найти на разных сайтах Там Посмотреть Просто набрать О Сталине Почитать И вы сами Просто Ну это к зрителям Обращение Можете Так сказать Взвесить Все и понять Вот своим Что называется Умом Проникнуть В ту ситуацию Вот если На себя поставить На место Вот Главы государства В каком положении Была страна Что предстояло Если особенно Ты понимаешь Что будет Завтра Неизбежно К чему сейчас Общеполитическая Военная ситуация Экономическая Ведет В мире И ты понимаешь Что завтра Голыми руками Просто Поэтому сейчас Дня терять нельзя И вот Как правильно Черчилль сказал Что русскому народу Просто он сам Не понимает Того народ Как повезло Что у руля Страны Самый тяжелый Период истории Стал такой человек Именно как Сталин Да Но Черчилля Нельзя назвать Другом России Другом Советского Союза Поэтому его слова Дорогого стоят Очень дорогого И все-таки Вот Надо еще раз Посмотреть Прежде чем Мы к вопросам От наших радиослушателей Перейдем Были какие-то Еще варианты Но может быть Не надо было Втягиваться В войну Может быть Как-то Подкупить Кого-нибудь Может там Переворот очередной Строить на стороне Финляндии Да мало ли что Может быть Перенести столицу Взорвать Ленинград Черт ее матери Или куда-то в сторону Перестроить Ну не знаю Может какие-то Варианты были Да вот По сути дела Не было вариантов Потому что Война началась Достаточно Вторая мировая В 1939 Стремительно Опять-таки Никто не предполагал Что так быстро Европейские государства Одно с другим Сдаваться начнут Так сказать И без боя Это тоже Но представить было Ну линия Можино Та же так сказать Вот Ну кто это мог представить Ну вот так вот И поэтому Тут приходилось Принимать срочные решения И времени не было Потому что уже ладно Со стороны Польши еще Ну так со стороны Финляндии А тут Ленинград И возьмут Как говорится Голыми руками Ну это просто было Нельзя допустить Поэтому Нет Тут других вариантов Просто не было Уже тактических Стратегических не было Других вариантов То есть все было исчерпано Ну что ж Можно наверное Уже переходить к вопросам Чтобы уже не затягивать И по ходу Будем еще Может какие-то Вбрасывать Ну будем с вами Что-то еще Да Вопрос к соведущему Геннадий из Твери Задает Финны на стороне Кого в Великой Отечественной войне Были Испанцев Итальянцев Финны были Во время Второй мировой войны На стороне Фашистской Германии До 44-го года Да Здесь поэтому Как-то странно Испанцев Итальянцев А вопрос А испанцы Итальянцы Значит в стране Были тогда Там воевала Вся Европа В которые Не вошли Только несколько Маленьких Государств Или потому что Там просто воевать Было некому Или потому что Там хранились деньги Как большой сейф Они хранились Да Все остальные Да Все остальные Они очень активно Воевали И Казалось бы Даже те Которые Относились К славянской Группе народов Те же самые Болгары Тоже себя проявили Не с лучшей стороны Ну Чехи Так что Конечно Там фактически Вся Европа Это просто И Сталин Это прекрасно понимал Вот опять-таки же Он прекрасно Это понимал Поэтому Иллюзий не питал Другие варианты были Да не было других вариантов И то предложения Я говорю Были Ну просто крайне Заманчивые Так сказать Для финнов Ну вот Они были уверены Что тут Вот их сейчас Все поддержат И Так сказать Они очень крепкие Сильные Европейская армия Не было никакой Европейской армии У финнов Была хорошая Просто Личная подготовка Каждого Личная подготовка И все И ничего у них Не было больше И здесь надо еще Отметить Вот у нас Постоянно там Говорят Кто воевал С кем А вы вспомните 1812 год Вся Европа Под Наполеоном Стала В 1941 Берем До Севастополя До Севастополя Опять-таки Вот то что Севастопольский Рассказ Толстого Да Ну вот Война Ну да Русско-турецкая Война Опять-таки Вся Конечно Если не прямо То косвенно Все равно Снабжение И Добровольцами И оружием И Англия Все время Снабжала Орудие А Севастополь Это 50-х годов 850-х Это что Это фактически Опять-таки Вся Европа Да И надо понимать Что вот Когда говорят Ну воевал же не только Советский Союз А воевала Антигитлерская коалиция Так вы просто Почитайте Откройте Учебнички Ну не учебнички А справочники Посмотрите Когда кто вступил в войну Где В каких местах Вы увидите Что как таковая Антигитлерская коалиция Которая воевала Она в общем-то Была проявлена Советским Союзом В большинстве своем И только уже Ближе к концу войны Когда поняли Что в общем-то Советский Союз Уже Выходит победителем Срочно зашевелились Второй фронт открылся А до этого Вторым фронтом Называли тушенку Если вы не помните Когда поняли Стали все Быстренько Братушки Присоединяться Когда поняли Что им придется Отвечать Как пособникам И они тут быстро Все хорошими стали Так сказать Вот И смотрите Сразу Как только Война Уже С территории Советского Союза Стала поворачиваться В сторону Европы Тут же сразу Стали Те Кто раньше воевал На стороне Германии Сбрасывать немецкие погоны И одевать Вступать В ряды Содружества С Красной Армией То есть Организовывались Уже Такие свои Подразделения Вот И вдруг Вдруг Ни с того ни с сего Вступали На стороне Уже Красной Армии Та же самая Болгария Та же самая Финляндия Зашевелилась Ну Польша Понятно Там раньше Там формировались Польские полки Еще Из-за военно-пленных Из тех Кто находился На территории Из беженцев Из Польши И так далее Там это Ну отдельный разговор Но по сути Как только подходила Красная Армия К территории Завоеванной Немцы Ну вернее не завоеванной А участвующих В ними Со стороны немцев В войне С Советским Союзом Так сразу там Раз Переписывалось Все Сразу все Становились Со стороны Советского Союза И начинали Дружненько воевать Ну Сразу пироги Стали печь И встречать пирогами Да Так сказать Это да Кстати Норвегия Так например Вообще Тоже пособница Ну они конечно Судили Потом то все Судили Так сказать Вот политику Такую Про нацистскую Своих Правителей Но Они же Аж сразу Что стали Они даже В женский Концлагерь Был у них То есть Те кто они считали Там немецкими Подстилками Туда так сказать У нас в стране Так вот говорят Как у нас Жестоко После Второй мировой То есть после Ну Великой Отечественной Да Начали так сказать Вот значит Кто был в плену Но это полная Вот очередная хинея Если посмотреть В Европе что было В той же Норвегии Так сказать Я говорю Это такого Даже вот рядом У нас представить Было невозможно Там мы растерзывали И так сказать Там расправлялись Как говорится Судлинча и прочее Там у нас Такого не было Так что вот это Тоже позабывали Много чего интересного Было в этой Прекрасной Европе Куда сейчас так Стремятся Наши Да Кстати Насчет концлагерей Тут недавно Зашел такой разговор В чатах Что вот Там концлагеря Сталина Я говорю А вы не хотите Вообще истории изучить И посмотреть Про концлагеря Которые были И в Европе Которые были И в Америке Которые были И в других странах И которые сейчас Просто завуалированы Они концлагерями Не называются Но вы просто Посмотрите внимательно Для наших Военнослужащих И мирных жителей Какие были Концлагеря За что кстати Поляков И не всех подряд А именно Ссылали В частности В известные Вот это Осташков Где там был И вот этот Суздаль Причем Ну уж про Расстрелянных Польских Так сказать Этих мы говорить Не будем Мы в прошлый раз Говорили Так сказать Дело рук То немцев А не наших Это понятно Это кстати Мировой Это даже Европейский Вот этот суд Спецкомиссии Признали Несколько лет назад Кстати Тоже Вот это Так даже По телевидению Прошло Но мало Кто об этом Помнит То есть Все документы Признали фальшивками Что подпись Там Берии Сталина И что Документы фальшивые Что якобы Наши Там расстреливали Был приказ А расстреляли Фашисты Как и было известно Это изначально Все Европе Это потом Когда уже Не стало Советского Союза Все стали Такие умные Смелые И вся эта подлость Человеческая Проявилась в полной мере Так сказать Этих наших Так сказать Соседей Партнеров Союзников И так далее А мы как Продажные эти Продали все Что наши Деды Так сказать Кровью Завоевали Ну пора Конец этому Положить И все Так сказать Я думаю Больше этого Не будет уже не повториться Ну надо здесь Говорить что не мы Все таки А нашлись те Продажные шкуры Которые Я думаю Наше Отечество Государство Родина Так сказать В лице Правительств Потому что Понятно что Мы говорим В общем Не нас с вами И всех Людях А в целом О государстве Обидно Это же вроде как И все мы Под этим Подписаны Автоматически Еще надо отметить Что вот Когда мы говорим Что фашистская Германия Не совсем все правильно Все таки Там была нацистская Германия Нацистский социализм А фашистская Называлась Все вот эта Коалиция Которая входили Фашистские страны Там Италия И другие Поэтому Поэтому когда говорили Немецко-фашистские войска Вот это не случайно Дополнение Немецко-фашистские войска Потому что Все таки В Германии Тогда был Национал-социализм В Советском Союзе Был классовый социализм То есть Два социалистических государства Так между собой Так на секундочку Вырывали Да Да по сути Ну а вот уже Вся коалиция Она называлась фашистская То есть Крупные страны Там уже фашизм Очень активно себя проявил И поэтому называлась Немецко-фашистские войска Вот так Общие Ну это с времен Рима Древнего Вот это слово Так сказать Мы как-то разбирали Дело в том Что фашин Или фашина Это тоже Если в Белоруссии Посмотреть Там оно употребляется Это связка Да И операция Багратион 43-го года Там указывается Что при подготовке Операции Багратион Было сделано Столько-то гати Было сделано Того-сего Навязано Столько-то фашин Да Фашин фашин Да Фашин да Это то есть Пучки которые бросались Под колеса машин Под колеса танков Там так далее То есть это вот связка Фашин это древнее наше Вообще славянское название Потом оно от этрусков Перешло к римлянам И уже от римлян Как фашизм Это он поперся По всей Европе Грубо говоря То есть Такой интересный ход И опять же Вторгся к нам Да Интересно Ну ладно Хорошо Следующий вопрос От Олега из Иркутска Здравия Юрий Бомбили ли ВВС РККА Хельсонские Жилые квартиры Или бомбардировки Подвергались только Промышленные и военные Объекты Какая была сделана Ставка Ударить по мирному Населению Финляндии Которое было меньше Населения Ленинграда И тем самым Быстро ввести страну Из войны Или велась все-таки Благородная война По чести Сейчас дочитаю Отводил ли маршал Маннергей Перед началом Боевых действий Артиллерийской части В избежание провокации И обстрела границ СССР Как по мнению Некоторых историков Высказанных в фильме Виктора Правдюка Вторая мировая День за днем Благодарю Ну с последнего Начну более простое Это то что Маннергей Нет не отвел Обстрелы были Были провокации Постоянные Обстрелы Потому что всегда Русских надо Так сказать Неприглядно в виде Представить потом То есть все же делается Не только там Это военно-политическая Так сказать область Поэтому так сказать Были безусловно Обстрелы Значит теперь Что касается авиации Исключительно по Значит складам По оборонке По заводам Только Но поскольку Нельзя конечно же Сказать что не было Гибели Страны мирных Жителей Почему Потому что Тогда еще не было Вот такой Тактической Ну скажем Авиации В полном смысле Это слово Как уже К 42 Сформировалось Идеальное Так сказать Дело в том что Ведь Пикирующих Бомбардировщиков Не было И удары Я говорю Разброс был километр То есть фактически Открывался люк Высыпалось С большой высоты Потому что Низко не подлететь Ну короче говоря Точность попадания Была невелика Поэтому Исключительно Только с этой точки зрения Были Те невинные жертвы Как и при любой Вообще Ну а если вспомнить Дрезден Так сказать Когда там Американцы Да Там Уже война Закония Уже все Смысла не было Никакого тактического Просто уничтожили Вот тотально Там все что было И памятники уникальные И старинные дома И жители И все подряд И это вот чистый геноцид В 100% виде С союзничками Американцами Но А что касается нас Нет Все было честно По совести Я говорю Это вот если Разбирать каждую Хронологию Кадр за кадром Что было Да Вот все было Исключительно На высшем благородном уровне На самом деле Вот Ну а что касается авиации Я говорю Еще стоит упомянуть о том Что Как это может быть Не покажется странам Военные Авиаторы Тогда Не были абсолютно Готовы К В условиях финской войны В условиях метелей В условиях вот этих Постоянной буря Пурга И так далее Даже тогда были Впервые применены Вот к качеству Аэродромов Замерзшие озера Но опять-таки Это полярные летчики могли И вот они Стали во главу Так сказать Вот Авиации нашей Тогдашней Ну и Как ни странно Гражданские Вот гражданские Авиаторы Авиаторы Да И пилоты Они могли В любых условиях Потому что Ну в той или иной степени Конечно не как полярники Но могли Значит Поднимать самолеты Садиться на разную поверхность Так сказать В условиях А военные нет Потому что там Вот говорится Погода В мирное время Военных как учат Ну вот Погода не летная Не летаем Да так сказать А гражданская авиация Летала в любую практически И поэтому вот они Значит Заменили Так сказать Часть Вот Поэтому вот этот опыт Тоже учли потом Ну вот примерно Так ответили Я думаю Когда мы говорили По поводу помощи Непомощи Вот Финляндии Другими странами Надо отметить Что все-таки Помощь была Но она проводилась Так же Негласно Как в свое время Испанская помощь С нашей страны была То есть Пребывали Добровольцы В Финляндию Например Там 8 тысяч Из Швеции Прибыло Там 1 тысяч Из Норвегии Дания В Венгрии Даже прислала своих 300 Из США Граждане Великобритании Эстония Там была Ну и зря Других стран И там всего Примерно говорят Что где-то было 12 тысяч иностранцев Для участия в войне Вот Мало того Там были еще Все-таки Поскольку это было Продолжение Гражданской войны Она продолжалась Очень долго То Ну с нашей страны То в этом случае И русские белые мигранты Туда тоже Подошли В большом количестве Это понятно Да Также Великобритания Поставляла Помимо Германии Поставляла Туда Самолеты Бомбардировщики Тяжелые Ну много чего Там было поставлено То есть Прямых вроде бы Таких вооружений С конфликтом Конфликта С РКК Англичане Немцы И другие Не производили Но так или не так Все равно Поставляли Такой Линглис Но вот В том варианте Там артиллерийские Снаряды Автобомбы И так далее Там достаточно много Чего поставлялось Так Тихий сапы Тихий сапы Чужими руками Таскаем каштаны Это что называется Совершенно верно Именно поэтому Финное правительство Было вообще уверено Что в тяжелые моменты Им помогут Не только Потихонечку А про заверения Это были А помогут Военной силой Мощными Регулярными частями Так сказать Поэтому До последнего Они В эйфории И иллюзии Были Их очень хорошо Осадил Но в начале Понятно Не получилось Потому что Общее настроение Шапка с закидальством Приказали Он и выполняет Как солдат А в конце Он уже Он сказал Что у вас неделя Вы опять болтаете Насчет того Сколько вам Он говорит Полгода У вас неделя Какие полгода Вы срочно Подписывайте Мирные На любых условиях Иначе завтра В Финляндии не будет Вы что творите Вам это не простят Потомки Так что в этом плане Он конечно Молодец Я к чему это все говорю Что вот эти наши Союзнички Так таковые Они всегда Вроде бы С одной стороны Головой кивали Да 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 А с другой стороны Они занимались тем Что постоянно Просто на войнах Зарабатывали И Франция там И Швеция там И Дания И Италия Мало того Южноафриканский союз Туда 22 самолета Поставил Тоже Где там Южноафриканский союз Где Финляндия Казалось бы И США Там тоже Рученьку так это Помыло Притерло Много чего там было И Бельгия В общем опять же Вся Европа И Америка Потихонечку Потихонечку И самолетики Поставляла И много чего То есть у финнов Если там было Самолетов Хрен да не хрена Как наши русские говорят То вдруг Ни с того ни с сего Там стали появляться И много чего интересного Так что вот так вот Дальше Вопрос от Виталия Если у Сталина Было столько вооружений То почему Произошла неудачная Попытка Присоединить Финляндию Стоп Попытки Присоединить Финляндию Вообще не было То есть вот Просто вообще Ее не было А это Это просто Я понимаю конечно Откуда это все Из наших девяностых Но Значит вот То что было Было Мы об этом Как раз говорили Была попытка Обезопасить Свою Родину Второй город Вторую столицу Потому что 20 километров И была граница Которую пришлось Подписать Вот В 20-м году Так сказать Окончательно Юридически Оформить Вот Поэтому Это просто Была Необходимость И Что значит Ну мы разобрали Может быть человек Просто не сначала Слушал Да Да Он тут просто Продолжил Что во времена Правления Сталина Произошло Насильственное Насильственное Присоединение Территорий Государств Прибалтики Западной Украины Белоруссии Бессарабии Буковины Тувы И Курильских Островов Тихом океане И тут вот Неудачная попытка С Финляндией Это такое продолжение Значит Насильственного Присоединения Не было Никакого Если вы Посмотрите А найти эти хроники В принципе В интернете Можно То с какими Плакатами Как Что Как Встречают В той же Прибалтийских Государствах Которые Кстати Обязаны Только Вообще За свое Существование России Иначе Их просто Не было Как государств И Как Под крыло Сильного Так сказать Соседа Причем На правах Равных Как и других Республик Так сказать Войти Никакого Насильственного Абсолютно Не было Нет То что Там Отдельные Люди Жесткие Такие Националисты Так сказать Которые Были против Это Всегда Есть И были Но В целом Народ воспринял Так сказать Всех Выше Упомянутых Вами Так сказать Республика Государства Очень позитивно Присоединение Так что Насильственного Никакого Дальнего Востока Вообще Тема Отдельная Очень Интересная Так сказать Это Мы не будем Я сейчас думаю Этого касаться Кстати Вот мой Тоже не сказал Вначале Мой дед Один из Двух Дедов Он прошел Финскую Всю тоже От и до Причем Связистом На передовой Как интересно Причем Вот речайший Я думаю Может быть Чуть ли не Не единичный Но наверное Случай Когда Связист на передовой А жили они Недолго Прошел всю Финскую Всю Великую Отечественную И ни одного Ранения даже Не было О как Было Интересно Но это Ладно Да Так вот Кстати Еще Если Мы продолжаем Там Помощь Чтобы На место Мозги Поставить Помощь Что В свое В свое Время Уже Когда Начиналась Эта Ация Война То Финны Обратились К Лейко Британии Чтобы Те Поставили Им Вооружение Не только Танки Артиллерию Кстати К чести Германии Несколько Сначала Воздержался Поставок Тяжелого Вооружения А вот Англичане Рассматривали Вариант Чтобы Поставить Финляндии Технику Бомбардировщики В частности Для атак Не только На Ленинград Но и На Москву То есть Понимаете Разрушение Железных Дорог Дорог Которые Шли На Мурманск И так далее То есть Они понимали Что надо Отсекать Железные Дороги По которым Будет Поставка Помощи Войск И Всего Продовольствия Запасов Военно-техники И так далее То есть Вот такие Даже Были Планы То есть Там Все Очень Серьезно Рассматривалось Не думайте О том Что там Просто так Стратегически Вплоть До Петрозаводска Все Захватить А Что касается Вот до 44 Года Они же Стояли Прям По Медвежегорску Это кто не знает Северная Конечность Онежского Озера И фактически До Белобору Балтийского Вот этого Канала Была граница То есть Финны Захватили Пользуясь Так сказать Возможностью С использованием Уже Конкретных И немецких Частей Техники Первоклассной И так далее Тяжелой Обстановкой Что Силы на Ленинград А там Так сказать Надо Немцев бить От Москвы Уже Так сказать Ити из Сталинграда А тут Не было лишних сил Чтобы Сдержав Афины Пользовались И озорничали По полной программе Это вот стоит Поехать в Карелию Посмотреть Крывические музеи Вот так сказать Посмотреть документы Линии Так сказать Как и что И зверства Я так скажу Творили Очень Такие Безжалостные Кстати Вот если уж Говорить про Францию И Англию Тех времен То Франция Даже просматривала Вариант такой Чтобы Ударить По Тем местам Где в Баку Добывалась нефть Для того Чтобы Советский Союз Уже не мог Поставлять Нефть в Германию То есть Очень интересный момент Германия вела Тройную игру Французы Англичане Там вообще Непонятно Какую игру Вели То есть Там Так Все Было Закручено Если Так Внимательно Рассматривать Но это Ладно То есть Это Не все Так Просто Какой там Покер Покер Отдыхает Вообще Павел Ордынский Вопрос в эфир Вообще По книге Мухимна Потери наших Войск Финских Скорее всего Были Сопоставимы С финскими Скорее всего Были Сопоставимы Поэтому Финны И вышли Из этой войны Хотя наши Историки Из пятой Колонны Доказывали Что потери Наших Были Гораздо Больше Но это Пропаганда Цель Показать Что Красная Армия Воевать Не умела Хотя К командующим Финским Фронтом Ворошилов Сплошные Вопросы Я уже говорил Что 44 Армия Она была В очень тяжелой Ситуации В окружении Там Очень много Погибло И там Даже Были Чисткие Командования Когда Вышли Из окружения Сумели Вырваться Из окружения Некоторые Это было На самом деле Обморожения Были И там Окружение Котлы И так далее Но это Говорит о том Что это были Проба пиратов Что называется Потом Все Потихоньку Стало На место Своем Итак Цифра Возможно И преувеличена Наших потерь Это я Вполне Соглашусь С Мухиным Да Ну может быть В какой-то Золотой середине То есть Это Но это Не важно Даже если Они были бы Такие Это было бы Ну как бы Это не говорит О том Что наши Были такие Вот бездар Безусловно Отдельные Руководители Командующие Были Ну не то Что бездарные Но проявили Где-то Халатность Где-то Так сказать Действительно Отсутствие знаний Новых Условий Ведения Войны Опять Что говорить Про Ворошил Я про него И Будён И Ворошил Прекрасные Смелые люди Сами по себе Так сказать В условиях Гражданской войны И так далее Они Там и Первомировое Это так сказать Могли командовать Определенными частями И весьма успешно Но тут уже другая Совершенно Так сказать Ситуация Которую нельзя Учесть Но их сразу И сняли С руководства По большому счёту То есть Поэтому Всё Ошибку сделал Там сняли Так сказать Кто виноват сильно Ну наказали По-другому И то вот Весьма либерально Даже я вот Приводил пример Про командующего Ленинградского Войнокруга Мерецкого Которого Собственно Не расстреляли А просто понизили До командующего Войсками Карельского Перешейка Так что Всё в общем Логично Всё было правильно Сделано Вопрос Эфир от Олега Из Иркутска Есть информация Что Маннергейм В прошлом Офицер Царской Императорской Армии Перед началом Войны Передал Финскому Правительству Пойти На уступки СССР Но Население Эти Но Население Эти предложения Отвергло И уже позже Когда Германия Напала на СССР Дальше До военных границ Не пошёл Несмотря на просьбы Гитлера Сталин По сути Возвращал Земли Российской империи В частности Карельский Перешейк Оданный Александром Первым И не забыл Что и Финляндия Была частью Русской земли Но при этом Политика По отношению К финнам Была мягкая Не считаете ли вы Что если бы Маннергейм Имел больший вес В правительстве Финляндии Финский народ Был более Благоразумным Войны удалось бы избежать Более того Финны могли бы стать Нашими союзниками Не в 44 А в 39 Году Благодарю Ну вот Практически всё правильно Кроме союзников В 39 Дело в том Что Пропаганда Вот эти лет 20 Передвоенных Велась Такая очень Ну так скажем Крайне такая Нацистская В плане Финского национализма Такого Крайнего Степени И сам Маннергейм Он был Таким Знаете Закореневшим Таким Монархистом То есть он был Кстати он не поддержал Революцию Ну понятно что он подавлял Он был очень жестким Монархистом Вот И Он был разумным Человеком Умным Предвидящим И он прекрасно Просто понимал Что Почему он отговаривал Потому что говорит Ну с такой мощью Как Советский Союз И кстати Таким сплоченным Действительно народом Который уже Советская Нация Вот эта является Но невозможно Бороться Такой маленькой стране Как Финляндия А вот под боком У такого могущего соседа Быть Жить мирно И так сказать Получать свои блага Кстати После войны Ведь финны Именно по такой схеме Пошли Они стали Они плюнули На всякие там Там НАТО Да Они Они были кап страной Но так сказать Под боком Почему преференции были у них И торговля Советским Союзом Обогатила Их сделала Собственно Страной преуспевающей Просто на одном Самых высоких уровней жизни Был Потому что они Прошли правильно По национальному Своему пути С одной стороны С другой стороны По Не вошла во все эти блоки Коалиции Вот эти вот После Так сказать НАТОвские и так далее Да Там западные Вот поэтому Вот они стали А раньше А раньше не могли Потому что Это было невозможно Потому что Народ Тогда совершенно Вот Ну как вот Народ немецкий Воспитали За вот эти Десять лет Предвоенных В таком Так сказать Ключе Особой Избранности Ну и Финов Так же Воспитывали То есть Это было невозможно В тридцать девятом году Вот Маннергейм Он Так сказать Предупреждал Правительство Что это Бессмысленно И напрасно Но он Ничего не мог бы Сделать С тем настроем Который был В это время А вот Когда уже Да Так сказать Показали Что Даже Линия Маннергейм Мы Та же Самая Двадцать лет Строили А продержалась Там Несколько Недель Поэтому Ну что Тут Можно Тогда уже Прислушались К нему Да Он Очень аккуратно И политику Вел Естественно Очень аккуратно Да Здесь же надо Отметить Что Как раз И сказали Что Когда все Посчитали Он сказал Если через Неделю Помощь Не подойдет То все Сдаваться Надо А некоторые Даже На два с половиной Дня Они готовы Были воевать Так что Он Предупредил Обо всем Честно Предупредил Так что Здесь Надо отдать Опять же Должность Его Прозорливость И гениальность С одной стороны Он выстроил Эту линию Под его руководство Строился Вторую очередь Он Несмотря На ненависть К большевикам Оставался Белым По сути Офицером Да Если так вот Смотреть Вот Но при этом Имел здравый смысл И он Честно В открытую Как офицер Говорил Ребята Вы не с теми Пытаетесь Связаться Давайте-ка Лучше Вот Это все Оставим Затею Но поскольку Он не был Руководителем То Это Предупреждение Не возымело Силы Он был честным Офицером Да Конечно К своему народу Ну так сказать К своей стране Он был абсолютно Патриотом И Естественно Для нее Это как Вот При Петре Вот с шведами Воевали И были Ну скажем так Разведчики Так с временным Языком Швеции В России Которые говорили Что Бессмысленно С Россией Войну Это надо Это просто Преступление По отношению К своей стране Ресурсы Истощаться Прочие Корона ослабнет И Некоторых Расстреливали Даже за это Они были Патриотами Своей страны Честно Предупреждали И отдали бы Жизнь Свою страну Не мешк Но Они были Умными людьми Честными И поплатились За это порой Ну Монаргейм Не те времена Уже не поплатился Ну вот Сделал Все что от него Зависело И сохранил Финляндию По сути Так что я думаю Памятная табличка Должна висеть Все таки В Финляндии А не в Петербурге Но с уважением К этому человеку Надо относиться Потому что Все таки Это гениальный В своем роде Человек И в общем-то Благодаря ему Может быть Многие проблемы Они и решились Ну ладно Следующий вопрос От Васильевич Как можете Прокомментировать Деятельность Тухачевского В Польше Какова связь Данная деятельность Тухачевского В Польше На общий ход Развития В начале Второй мировой войны И также Влияние На действия РКК В Финляндии Ну это вообще Это Что тут можно Сталин Про него очень хорошо И сказал Что Тухачевский Только мог Первые две вещи Так сказать С невооруженными Крестьянами Там в Тамбовской Где там еще Он газом травить Их воевать Нашел с кем Так сказать Вояка И просрать Как говорится Все что Можно было Когда там Войска растянули Фактически Ну Вопреки Разведданным Ну то есть Он фактически На Смертное окружение Повел Так сказать Там Иконницу И все То есть Ну бездарное Полностью руководство Сейчас это разбирать Я думаю Нет смысла Доскональная Все таки Тема у нас другая Но Про Поле В результате Вот эти все Так сказать Наши военно Пленные И ужасные отношения У финнов И вот эти Концлагеря Раздувшиеся Со стороны Так сказать Я имею ввиду Польские Так сказать Куда попали наши И мирные И военные Так сказать Это благодаря Как раз Тухачевскому Так что Тухачевский Это вояка Тот еще Ну да Подлил маслица В огонь Хорошо Вопрос В эфир От Васильевича Прошу прокомментировать Влияние переговоров Ярцева Хости На начало Финской войны И создание Красных коридоров В Польше И в целом На стратегическое положение Стран В начале Второй мировой войны Ну Я здесь Не стал бы Так сказать Комментировать Дело в том Что тема Такая Знаете Как бы это сказать Чтобы ее Правильно Осветить Она очень глубокая тема Ее нужно Так сказать В общем-то Отдельно На эту Тему Говорить Потому что Много предысторий И В общем-то Если вот как-то Не то что Сконкретизировать А просто Тут главная суть Может быть Вчеркнуть Вот о чем именно Хотят Спросить Что именно Да Потому что Тема Я говорю Такая Глубокая Тут много Надо предыстории Рассказывать Что именно Так сказать Тут видимо Вывод какой-то Нужно сделать Вот Даже может быть Ну Скажите Попробуйте Начните Давайте попробуем Прозвивать эту тему То есть просто С чего начать Я даже тут Тема такая Это Тема Историю Что было связано С Польшей И вообще Ити с 20-х годов Да Я думаю Что здесь Так Двумя словами Не обойдемся Ну ладно Идем дальше Идем дальше Так Дальше Вопрос Эфир от Васильевича Прошу прокомментировать Деятельность И влияние Интернационала В войне с Финляндией И событиях в Польше В начале Второй мировой войны Ну там еще не только Интернационал Там еще Лига наций Да Так что здесь Есть о чем поговорить Но опять же Хватит нам Время и запало Ну Трудно сказать Хватит ли времени Но в двух словах Ну интернационал Могущественнейший Понятно Организация Собственно Россию Ирослав Ну троцкизм По сути То есть вот то Что и Нужно было Для Троцкого Бросить русский народ В костер мировой Тот самый революции И Жечь без остатка И собственно говоря Мировая революция Должна была Победить И стать Под властью Банкиров По сути Де Факто Не де юре А де факто Так сказать Что потом стало Но только другими Методами И так Потихоньку Тогда все открыто Может быть Более в какой-то мере Честно Но тем не менее К чему это могло Привести Ну вот К тому что Фактически Никакой государственности У России бы не было Сталин Терпел до поры до времени Поскольку Но силы были Огромные Троцкизские И вот те самые Интернационалы Ну а потом Постепенно К второй мировой войне Уже так сказать Придушил потихоньку Ну вернее скажем так До конца В сорок третьем году Когда возможности Появились А вот Ну а до этого Так Пришлось Приходилось Мириться Где-то как-то С интернационалом Ну и по сути Вот Лига Наций Да То же самое Так сказать Мировая такая Сианинская организация Кстати Очень интересный Был такой призыв От Лиги Наций Разоружение Глобальное разоружение Когда всем Предлагалось Разоружаться И многие страны Начали разоружаться А потом друг раз И вторая мировая Здравствуйте Ну конечно Они-то были готовы Кому надо А все остальные Вася пусть разоружаются Конечно Так Дальше Вопрос в эфир От Олега из Иркутска Юрий Андреевич Считаете ли вы Что Сталин В короткий срок Разобрался С военным ремеслом И посредством Смены руководства Поменял Командарма Яковлева На Мерецкого И других мероприятиях И внес весомый вклад И быстрое завершение Финской кампании Хотя были и нюансы Зимней войны Воевали у неудобных Буденков С трех линейками Автоматическое оружие Только проходило испытания Пулемет ППД Винтовка АПС Мерзло масло В двигателях Танков и самолетов Самое главное Была привычная Стратегия У генералитета РКК Конные атаки В лоб Либо ведущих Большим потерям Благодарю Олега Зарпуска Олег вот все правильно Сказал То есть да Ну и конечно же Так было Вот все о чем мы говорили Сталина Большая Безусловно заслуга Когда он просто понял Что нужно Так сказать Внести лично Коррективы Что так сказать Не справляются И опять таки Возложенные На Ворошилова Задачи И на других То он Так сказать Ну это было Совершенно Другого ума Так сказать Человек Это выдающийся Стратег Который Там был Ну например И не только С теоретической Подготовкой Но с теоретической Просто сумасшедшей То есть он Исследовал Все практически Изучил Битвы За последние 500-700 лет Так сказать И делал выводы Писал на полях Известные В его библиотеке Были тысячи книг Исписаны его Лично То есть пометками На полях Выводы И умозаключения Которые он делал Это гениальный Тактик Стратег Поэтому Конечно он Не мог сидеть Спокойно И внес Некие коррективы Хотя опять-таки Хотел все-таки Понимая Что это не такая Глобальная война Которая предстоит В ближайшее время Все-таки Хотел Чтобы И проявили себя Военные Так сказать Командования Заодно посмотреть Кто и что Так что Ордынский Повторяет вопрос Который мы уже разобрали Но он здесь написан Поэтому прозвучит Вопрос в эфир В чем была основа Причин Больших потерь В войне Ну мы уже И Тухачевского Разобрали И кого только Там не разбирали И неподготовку И старые методы Ведения военной И вооружения Которое Несколько отставало Много факторов И отсутствие связи И неопытность Так что Не будем Топтаться Здесь уже много Еще говорили Вопрос в эфир От Михаила Из Москвы Юрий Андреевич Что можешь сказать Про влияние Смерть горы Нашими войсками Вблизи города Зеленогорска Говорят Что мы заплатили Очень большую цену За эту высоту Благодарю Терри Йокли Еще называют Зеленогорск Терри Йокли Ну что ж Действительно Большой ценой Действительно Ну тут Опять-таки Это к вопросу Что мы уже Освещали В целом Ведь частностей Таких много было Ну просто Это известные Были не только Такие известные Но поэтому Разница такая Есть По крайней мере Верить Не верить Официальным историкам Ну конечно Не в нашу пользу Ну так это На то есть Вот эти как раз Объективные факторы О которых мы Рассказывали Как раз Говорили Да Да Мы как раз Говорили Что вот Как раз Вот Терри Йокли Правительство Там же Было Которое Потом В дальнейшем Кусенином Возглавлялось Которое Кстати Вот улица Кусенина В Москве Есть Да То есть Терри Йок И вот эта гора Она Еще неоднократно Встретится Не только Во время войны Но и После Так Виталий Вопрос в эфир Федеральным законом От 1995 года Бывекенщины Победствуются Народу В Великой Отечественной войне 41-45 годов Встановлено Что в Российской Федерации Запрещается Понесенных В Великой Отечественной войне Жертв Вопрос Против кого Вы сражались Против символов Или против людей Напавших на родную страну Я не понял Насчет вы Но в общем Против кого Там сражался Против символов Или против врагов Которые напали на родную страну То есть Имеется ввиду свастика Скорее всего Так А при чем тут Это 1995 года Такое Вот да Есть А до этого Как воспринимали свастику Сначала Даже на купюрах Временного правительства Свастика была И везде Так сказать Там он на Усадьбах дворянских И так далее То есть Это сплошняком И в Эрмитаже есть И так сказать Потом Так сказать Никак не воспринимали Потом Вот значит Когда олицетворение Стало с фашистской Немецко-фашистскими Так сказать Окупантами То уже стали воспринимать По-другому Так что тут Немножко Так сказать Не совсем понятно Все вроде вместе И после Причем тут После 1995 года Ну то что да Был такой указ И все правильно Но если бы Вопрос был поставлен Что после этого Как мы там Относимся Или там Воспринимаем Это было бы Хоть понятно Можно о чем-то было А тут не совсем Я понял вообще О чем речь Тут в одной из переписок Один из людей Не относящихся К ведическому наследию Не относящих себя К ведическому наследию Он заявил Что во-первых Все ваши так называемые Родные боги Это все выдумка Свастика Это римская гидра Вот Так что Никакого отношения К славянским Тем более Аристским Не имеет Да и не было вообще Славянских племен И так далее Задал вопрос А ты сам русский Он говорит Да я русский Но вот Все это выдумки Ну понятно Значит вот Тогда можно почитать К этому товарищу Например Того же Ну там Пифагора допустим Да там вот Который относился Как раз к потомкам Древних Ариев Из Гипербориеса Как раз с севера Откуда кстати В эпосы Все боги-то В Грецию И потом в Рим В общем пришли Именно с севера Как собственно И в Индию И вот почему-то Мы Некоторые из нас Я имею в виду Такие вот люди Говорят Что вроде бы Это все выдумки А почему-то Такими выдумками Это Не считают Те же индусы Не считают Так сказать Там древние греки И так далее И так далее А мы вот такие Васи на себя рубаху рвем И себя кунаем В ведро с дерьмом Так сказать Голову свою Так сказать Мы вот Выдумки Это все Ну да Очень такие хорошие выдумки Что все знают Что не выдумки А только мы одни Значит Убедились в том Себя убедились Что это выдумки Конечно не выдумки Если это свастика Так сказать Начиная от Ну я не знаю Там Коловрат Вот на Щитах Так сказать Древних русских Войнов Да еще древнее Здесь надо смотреть Раскопки Там и 25 тысяч лет назад Находят Конечно На керамике На той же Вон так сказать От костенок До так сказать И так далее Да Там на керамике Конечно и на керамике Так что Свастика Это Собственно говоря Ну что мы сейчас Будем про это говорить Что это Ну ладно там Солярный символ Это так сказать Глубже Это вращение Это галактики Наше вращение Так сказать Там это И так далее Это все Миллионы лет назад Если уж так говорить Но просто сейчас начнем А кто-то скажет Ну это вообще Так сказать Куда ушли Ну про миллионы лет Не будем говорить Хотя бы вот Там несколько тысяч лет назад А что тут удивляться Вон сейчас Так сказать Одного Чура там Нашли уже даже Официальные историки Все признали Вон по телевидению Показывали Там он в Сибири Сколько его 9 тысяч лет Так сказать Ну все Так что уже можно Перечеркнуть все Что до этого говорилось Так что Ну я ответил Что я не знаю Про ваших родичей А мои-то точно Давным-давно существовали И не были Подзаборными свиньями А были очень развитыми Людьми Которые дали культуру Многим другим народам И кстати Второй Вот да Я извините А то забыл Тоже другой дед Вот который тоже Был кстати офицером Прошел всю войну Он всегда мне Говорил про Свастику Он кстати Никакой ненависти К свастике Вот именно К свастике Он прям Говорил Ну вроде так Мы даже еще тогда Мальчишками Что вот фашист Он говорит Стоп Говорит Это все понятно Фашисты взяли И то А это наша Славянская деревня То есть я это знал Вот всегда Например Вот так вот Так что вот Славию реплика В эфир Доска Маннергейма Должна висеть В Финляндии А доски марксистов Ленинистов В Германии И Пиндосии Вот такая реплика Поступила Ну и можно уже Рассказать о том Чем закончилась война Вот здесь вот прям Можно просто Выдержки взять К марту Сорокового года Финское правительство Осознало Что несмотря на требования Продолжения Сопротивления Никакой военной помощи Кроме добровольцев И оружия Финляндия От союзников Не получит После прорыва Линии Маннергейма Финляндия Заведомо была Не в состоянии Держать наступление Красной Армии Стала реальная угроза Полного захвата страны За которым Последовало бы Либо присоединение К СССР Что для них было Нежелательно Потому что в XVII Они только освободились Поэтому правительство Финляндии Обратилось к СССР С предложением Начать мирные переговоры И с 7 марта В Москву Прибыла финская делегация И уже 12 марта Был заключен Мирный договор Согласно которому Боевые действия Прекращались 12 часов 13 марта Сорокового года Несмотря на то Что Выборг Согласно договору Отходил к СССР Советские войска Утром 13 марта Предприняли Все-таки Штурм города Опять же Не знаю Какой причине По мнению Робертса Заключение Сталина мира На относительно Умеренных условиях Могло быть вызвано Сознанием факта Что попытка Насильственной Советизации Финляндии Натолкнулась бы На массовое Сопротивление Финского населения И опасностью Англо-французского Вступления В Финляндию И помощи финнам В результате Советский Союз Рисковал бы Втянуться в войну Против западных держав На стороне Германии За участие В финской войне Звание Герои СССР было присвоено 412 военнослужащим Свыше 50 тысяч Орденами и медалями Еще надо вспомнить Одну крылатую фразу Сталина Когда он сказал Война кончилась Через 3 месяца И 12 дней Только потому Что наша армия Хорошо проработала Потому что Наш политический Бум Поставленный Перед Финляндией Оказался правильным Так что вот так вот Ну и в принципе Наверное сейчас Я посмотрю Еще загляну в наш чат Вопросов больше Мы в чате Не имеем Так что можем Подводить итоги Сегодняшней нашей встречи Ну что ж Дорогие друзья Давайте подведем итог Значит Как и все Что пытаются нам Ну уже Это слабые Смешные попытки Оклеветать Нашу прошлую историю Великие подвиги Наших предков Естественно Гениальное руководство Патриота Своей стороны Товарища Сталина Это Смешно Нелепо И пора бы Этому положить конец И уверяю вас Что Любой вопрос Финский Не финский Вот любой мы будем Рассматривать Начиная там С середины 20-х годов И мы поймем Что В тот момент Так уж повезло нам Что У руля Нашей страны Руководство Стояло Действительно Справедливо И честно И патриотически Настроено И поэтому Делало все Чтобы Вытянуть Страну Из той Ямы Куда она провалилась Так сказать Вот с 17-го По 20-е годы И Так сказать И в результате Мы вышли Из всех этих Вот Череды войн Народом Победителем С Самой сильной Армией мира С Самой лучшей Техникой в мире Причем тут уже И в авиации И в танках И в артиллерии И по всем Вообще абсолютно Значит позициям Самая сильная армия Которая могла бы Европу По свистку Сталина Просто по щелчку пальцев Взять за 2-3 дня Вот Всю Европу Ну там армия в Европе И стояла Какая Причем Ну это 2-3 дня Вопросов не было Но не было это нужно Поэтому давайте Прекратим все Вот Попытки Лить Вот это Масло в огонь Которое развели Враги нашего народа Когда говорят что Вот Сталин что-то захватил Вот надо было бы Захватили бы Вот даже не сомневайтесь Но это было не нужно Потому что наша страна Настолько Могучим Самодостаточная И столько дел было Внутри страны Что нужно было делать И вот После войны Наш народ Засучив рукава Восстановил страну Отменили карточки Раньше всех в Европе Практически Вот так сказать И наладили жизнь Восстановили все Но пока Не началось разрушение Нашей страны Уже Хрущевым И к 91-му году Мы пришли Начиная с 56-го года Но это Отдельная тема И я надеюсь Мы об этом Об этой очень интересной теме Поговорим отдельно Благодарю Ну в заключении Наверное следует Еще тоже Черчилля В очередной раз Процитировать Когда он написал Что Когда Была вот эта война Началась Он написал Что Неспособность Советских войск Вызвала Общественное мнение Англии Некое презрение В английских кругах Многие Поздравляли себя С тем Что мы не очень Ряно Стремились Привлечь Советы Нашу сторону И гордились Своей дальнобольностью Дальновидностью Люди Слишком поспешно Заключили Что чистка Погубила Русскую армию И что Все это Подтверждало Органическую Гнилость И упадок Государственного И общественного Настроя русских Но вышло Все совсем По-другому Дальше Почему Также надо Вспомнить Почему Германия Публично Не вступила В войну Против Советского Союза На стороне Финляндии Потому что Она была связана Договором с СССР Вот Так что Это тоже надо Отметить И На все эти Мышиные возню Хотя Лига наций Исключила Советский Союз Сразу после войны Из Лиги наций Вот Но при этом При этом Советский импорт И США Даже увеличился По сравнению С предыдущими годами То есть Было очень много Таких моментов Которые Ну Не соответствовали Тому Что происходило И Что самое главное Один из главных Факторов То что Советский Союз Получил Те самые навыки Которые В дальнейшем Очень пригодились Уже В более Серьезной Войне Ну что ж Я Заканчивая Наш эфир Напомню Что сегодня У нас 20 июля 2016 года Среда По одному Из современных Календарей По одному Из старинных 19 день Месяца Получения Даров Природы 7500 До 4 лет Третейник Мы говорили Про финскую Войну И роль Сталина Главный Соведущий Фролов Юрий Андреевич За что Низкий поклон Также Благодарю Всех Участников Нашего чата Это радиослушатели Которые зарегистрированы В чате Кто писал Вопросы в эфир Кто обменивался Своими мнениями Очень интересно Было наблюдать За полемикой В чате Благодарю всех Кто поддерживает Народное Славянское радио Потому что Без вашей поддержки Наверное бы И радио Не было Это площадка Которая объединяет Всех русских людей Кому Слово Совесть Честь И держава Не безразличны Так что Давайте вместе Делать наше будущее Тем Которому оно должно быть Которому мы достойны Ну что ж Да Да Совершенно согласен И призываю тоже Поддержать Такой великолепный Проект Как вот именно Народное радио Потому что Действительно Это наш общий Проект Наше общее дело Кому Дорога и память И будущее Нашей страны Конечно Да Итак Всего доброго С вами было Народное Славянское радио Алексей Орлов Фролов Юрий Андреевич До новых встреч Услышимся друзья Всего самого лучшего До свидания Народное Славянское радио Все нужно Все важно Славянское радио Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова